здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на четвертую серию стримов формате лекций под названием уроки космических происшествий идея этих стримов заключается не только в том чтобы узнать что-то о космических авариях и катастрофах но и о том чтобы я очень надеюсь на это извлечь что-то полезное какие-то практики процессы которые вам могут пригодиться не только на работе независимости от того где вы работаете но даже и в быту сегодняшняя наша серия посвящена катастрофе шаттла колумбия которая случилась в 2003 году начале 2003 года как обычно на втором мониторе у меня работает чат но мы как и в прошлый раз и сделать следующим образом вы можете какие-то вопросы писать я потом просто к ним в конце лекции вернусь то есть я это читаю по ходу но я вернусь именно в конце если какие-нибудь заметите несоответственно можете писать сразу я их сразу сразу поправлю итак с чего мы начнем начнем мы с контекста потому что сейчас у нас уже прошло с тех пор 19 лет времени уже много и стоит напомнить а что собственно происходит в это время а в это время идет активное строительство международной космической станции вот на фотографии мкс на 2 декабря 2002 года то есть мы видим что у нас здесь вместо четырех пар солнечных панелей больших только вот одна пара она видит видно что ферменная конструкция еще только еще собирается но это еще много чего еще не до собрано идет активная сборка мкс и собственно говоря на 2003 год запланировано много пусков шаттлов именно по программе сборки мкс но по порядку сначала должен плеть должна полететь колумбия шаттл колумбия почему так дело в том что колумбия это первый полетевший шаттл собственно говоря с него и началась программа шаттлов он стартовал в восемьдесят первом году то есть ему исполнил исполнился 20 уже лет больше 20 лет и он отличался немного от последующих шаттлов он был более тяжелым то есть там было больше дополнительных том числе и датчиков которые потом пригодились при расследовании но к началу станции мир а потом собирать международную космическую станцию колумбия не могла и поэтому ее использовали на других работах например она летала к телескопу хаббл обслуживала хаббл она могла выводить некоторые научные полезные нагрузки например телескоп чандра она вывела рентгеновский телескоп но чаще всего скажем так она летала с лабораторными модулями space lab space хаб там много там разных видов то есть space habit даже такое зонтичное название там их было много разных лабораторий которые летали много на разных шаттлов то есть идея в том что шаттл везет по сути такой модуль в котором много экспериментов и в течение там двух двух с лишним недель этот шаттл эти эксперименты на шаттле выполняются в условиях хорошей невесомости и дают разнообразную науку соответственно миссия вот это вот фотография с вывоза колумбии на старт я не буду здесь полностью все зачитывать то есть вот у нас получается в модуле которые относятся к space хаб коммерческие полезные нагрузки космические полезные нагрузки европейского космического агентства эксперимент по программе мкс полезные нагрузки nasa и так далее то есть еще были эксперименты грузовом отсеке там был отдельный такой модуль где можно было дополнительные эксперименты поставить то есть по сути вот в внутри шаттла грузовом отсеке было был большой отсек и вот здесь еще были дальше полезные нагрузки дополнительные экипаж ну вот если мы по сравним экипаж с челленджером то мы увидим что люди астронавты стали в целом более старше по возрасту у них и несколько изменилось у них такой бэкграунд скажем так больше то есть вот командир пилот это вот два летчика как и случайно это принципе стандартная такая ситуация но видите в отличие от челленджера где были ветераны в я там это просто по времени по по времени не подходит но здесь ведь у них еще дополнительно есть степень то есть но образование у них есть по сути высшее образование магистом магистрская степень видите у у лима макула у него даже даже две степени то есть это и летчик-испытатель и у него еще есть на именно такой инженерный бэкграунд командир ричард хасбанд рик хасбанд пилот вот у нас получается вот командир вот вот пилот дальше появились новые такие должности интересные командир по полезной нагрузке это так перевел специалист полета майкл андерсон то есть летчик лечка лечка конструктор магистр физики но это у нас получается он шаттл не пилотировал пилотировали только два человека дальше специалист полета дэвид браун летчик врач бакалавр биологии md это правильнее перевести как диплом врача то есть в западной системе там есть phd аналог нашего кандидата наук есть md это доктор медицины это факт по сути такой диплом врача дальше инженер полета специалист полета калпана чавла инженера аэрокосмической отрасли кандидат наук если переводить на наши реалии специалист полет полета лорел кларк врач в мая в сша бакалавр зоологии диплом врача также и соответственно у нее еще не такая у него мушарка как раз во время когда шаттл садился входил атмосфер он как раз находился в цупе то есть это у них такая семья работающих в космической отрасли и по сути такой в каком-то смысле источник дополнительных мер безопасности первый астронавт израиля илан рамон именно в силу того что то есть нужно понимать опять же контекст прошло чуть больше года с теракта 11 сентября поэтому запуск первого астронавта израиля это были там дополнительные специальные меры безопасности собственно говоря пришлось потом комиссии и что пришлось комиссии такая была сразу возникла версия они устроили кто-то теракт на шаттле но теракт на самом деле не устроили все казалось прямо скажем но в каком-то смысле печальными что еще раз я говорю проблема всех космических катастроф которые случились до сегодняшнего момента заключается в том что их всех можно было избежать если бы люди бы не совершали вот сейчас мы с нашим после знаниям видим что ну что что делаешь можно может это было исправить здесь именно в этом то скажем так такая трагическая но именно обучающая обучающая такая такое воздействие потому что мы видим как люди местами очень такие серьезные ошибки совершили но при этом и но может быть мы совершим меньше ошибок полет то есть вообще надо сказать что нормальная вещь для шаттлов перенос полетов но в данном случае в случае колумбии они прошло по-другому то есть изначально миссия запланировала была запланирована на 11 января 2001 года там прошло 13 приносов но это еще до вывоза на старт то есть там другие программы мешали там неготовность того неготовность всего то есть в общем это совершенно нормальная инженерная ситуация и когда шаттл уже выехал на старт вывезли его на старт он улетел с первой попытки на вторые сутки полета стало известно что при на выведении отвалился кусок теплоизоляции и ударил о шаттл а левое крыло это в общем стало известно но вот мы я просто на на следующем слайде у нас будет клип там будет клип новостного агентства я его просто сократил но вот там как раз журналисты произносят важную фразу что за день до посадки наса выступила с заявлением в котором сказала что это эта история с теплозащитой с этим отвалившимся куском она не считается риском для безопасности то есть на скажем так мнение наса и как которое получается было донесено до общественности эта проблема не является вот фотография из кабины шаттла место удара не видно здесь принципе то что видно все выглядит нормально миссия в общем идет по плану вот мы можем посмотреть на экипаж в невесомости красные и синие футболки это разделение на красные и синие команды то есть там было очень много экспериментов научных и это привело к тому что экипаж шаттла работал в две смены круглые сутки то есть круглые сутки на шайт на шаттле кто-то работал красная смена пока синяя спала потом синяя просыпается работает синий красный идет отдыхать и вот это вот именно очень такая интенсивная научная работа куча было экспериментов и на 1 февраля назначена посадка и наверное начать на будет правильнее с экстренного включения телекомпании в городе даллас штат техас которая зафиксировала вот то что зафиксировала вот они вот наш экстренный экстренный выпуск колумбия проходит над техасом выглядит вроде бы как на нормальный вроде бы нормальный вход потом мы видим что от шаттла отваливаются какие-то куски журналисты конечно мы не можем никак подтвердить разрушился ли шаттл но шаттл не прибыл вовремя в аэродром аэропорт посадки мы с кеннеди какие-то объекты которые вставляют какие-то какие-то куски . какие-то следы следы шаттл вовремя посадку не совершил в цупе в это время по сути потеряли информацию то есть с ним связь пропала связь не восстанавливается и как раз вот стали звонить люди знакомые которые знакомые тех кто у которых была смена в цупе что вот телевидение далласа показывает ну для человека который в космонавтике разбирается особенно для для тех кто с этим был знаком с конструкции было понятно что шаттл разрушился при входе в плотных слоях атмосферы ну и как в принципе ожидаемо что весь и весь экипаж погиб я опускаю там длинную историю поиска длинную историю как они собирали обломки по территории нескольких штатов это отдельная по своему очень такая интересная стоит а там причем еще дополнительные люди погибли к при катастрофе вертолета поисково-спасательного это все опускаю сразу перехожу к тому что случилось вот у нас есть замечательная гифка то есть это кадры кадры реального видения то есть это скажем так такие чудеса постобработки потому что нужно понять нужно понимать что при выведении ракеты часто сопровождают специальными оптическими телескопами которые фиксируют процесс выведения но на всякий случай скажем так в том числе потом можно красивые картинки в социальной сети тоже выложить и вот здесь вот мы видим то что отделяется кусок теплоизоляции ударяет по левому крылу в общем шаттл летит себе вполне себе дальше это произошло на 82 секунде полета в конце в конце 8 получается конце 81 секунды полета вот чисто по видео размер обломка оценили в где-то 50 на 40 для даже точнее 60 60 на 40 сантиметров из-за того что эта теплоизоляция она очень легкая при она имеет очень маленькую плотность она очень легкая для своего размера поэтому она начинает очень быстро тормозиться в отличие от шаттла который продолжает разгоняться из-за этого получается очень большая скорость встречи то есть вот пока вот он отделился за те мгновение пока он летел это было очень быстро кусок теплоизоляции успел затормозиться до скорости которая стала сравнима со скоростью пассажирского лайнера то есть видите в районе 200 метров в секунду это еще до звуковая скорость но знаете ту скорость летящего самолета а теперь представьте себе что в какой-нибудь объект пролетает встречный объект если вы едете на автомобиле у вас прилетает что-то со скоростью пассажирского лайнера здесь нужно еще понимать что на самом деле очень многое зависело от угла встречи то есть объект мог как чиркнуть просто по поверхности крыла так и со всей со всей силы ударить именно в переднюю кромку а по видео к сожалению мы этого сказать не можем откуда он отделился вот у нас получается картинка фотография шаттла стоящего на стартовом столе это картинка та же самая что и в прошлой презентации уж больно на хороша вот у нас есть переднее крепление шаттла такая вот v-образная штука и у нас есть вот такие вот наплывы это теплоизоляция как раз которая которая покрывает конструкцию этого крепления здесь стоит отметить видите вот эту трубу это трубопровод жидкого кислорода который подается из верхнего бака и вот эта вот труба она чисто аэродинамически прикрывает правы правое получается крепление и вот от отсюда ничего не отваливалась за всю эксплуатацию а вот левая часть которая находится на набегающем потоке как мы узнаем в будущем из нее неоднократно отваливались достаточно крупные куски но вот все обходилось еще раз скажу то что нет то есть мы точно не знаем уже не уже не узнаем у нас нету способов узнать степень повреждения передней кромки крыла колумбии левого крыла колумбии потому что из кабины район не виден там была фотография то есть там ударила в район передней кромки плиты получается элемента передней кромки номер восемь а там видно только 12 который дальше то есть вот 9 10 11 только потом 12 на колумбии к сожалению не было манипулятора потому что часто на шаттлах был специальный манипулятор и него была камера и можно было этот манипулятор с посмотреть на шаттл этой камерой на манипуляторе с самых разных сторон тоже нет это манипулятор но у нас есть косвенное доказательство очень важное который тоже все проигнорировали так забегать чуть вперед на втором день день полета шаттл выполнил два разворота то есть просто просто поворот на месте без изменения как а своей орбиты просто просто развернулся на месте и после этого от него отделился небольшой объект и в том что шаттлы как допустим сейчас мкс они сопровождаются средствами контроля космического пространства для защиты и предупреждения их опыта приближающимся космическом мусоре поэтому отделившийся объект он был зафиксирован этими самыми радарами которые сопровождают шаттл и контролируют окружающие его пространство у нас есть только два параметра которые можно определить по которой можно определить характеристики этого объекта первое это эффективная поверхность рассеивания то есть это то насколько хорошо этот объект отражал луч радара и баллистический коэффициент то есть это то насколько хорошо этот объект тормозился остатками атмосферы которые есть даже на высоте по полета шаттла в космосе и анализ который провели привел к тому что единственным веществом вот материалом который был на внешней поверхности шаттла который мог иметь такое сочетание эффективной поверхности рассеивания и баллистического коэффициента было только панель из упрочненного углерод углеродного композита reinforced carbon carbon и получается со передней кромки крыла и размером порядка 900 квадратных сантиметров то есть грубо говоря 30 сантиметров на 30 то есть что получается ну как как говорил шерлок холмс если вы отбрасываете все невозможные объяснение нас у вас остается одно только которое истинное и вот единственное пол здесь получается возможное объяснение что из пробитой дыры в крыле или какой-то то есть может быть там ну пускай сказать все таки на дыра потому что сказать вот скорее всего кусок 30 на 30 именно сначала завалился внутрь на выведение а потом когда шаттл стал разворачиваться этот кусок вылетел через дыру вот оцените вот это получается это размер здесь местность к сожалению дюйма но вот это пример возможных размеров этого обломка это с правого крыла взятые обломки аналогичного размера то есть грубо говоря 30 на 30 сантиметров ну в общем это никого не заинтересовало вот это замечательная гифка она показывает эксперимент который был проведен уже после катастрофы потому что оказалось что если мы возьмем кусок теплоизоляция теплоизоляции размером похожим на тот который отвалился от левого крепления и ударим его о переднюю кромку на скорости которая была у колумбия от афит на колумбии и получится что этот самый объем этот самый обломок пробьет или как минимум серьезно повредит переднюю кромку крыла то есть здесь нужно понимать что на самом деле это это самый эффектный это был все-таки третий эксперимент то есть они сначала били там по-другому чуть они получали там следы там трещины вот этот с третьего раза не выстрелили именно с такими парамида и получили такой вполне себе дыру в передней кромке это вот примерно скажем так уже после катастрофы можно получить представление о том что возможно произошло то есть еще раз говорю достоверно степень повреждений мы не узнаем просто потому что она тогда никого не заинтересовала сейчас уже узнать нет возможности и теперь мы переходим к фактически хронологии гибели шаттла которая была зафиксирована точнее потом восстановлена по множеству данных еще раз говорю колумбия поскольку была первым аппаратом у нее были дополнительные идущие в разнообраз в изобилии датчики которые обеспечивали массу информации но здесь нужно понимать что шаттл уже было 20 с лишним лет датчики потихоньку выходили из строя их никто менять не собирался потому что общее мнение было такое что вот у нас определенная доля сломается и тогда у нас мы просто эти датчики все снимем и все уже потому что уже нет необходимости как бы все 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 что нужно мы уже знаем якобы но эти датчики пригодились в том смысле что они позволили более качественно восстановить именно хронологию того что происходит и так отчет дальнейших событий будет вестись относительно условной границы атмосферы под названием entry interface то есть entry interface в данном случае это тот момент когда в условно говоря программа полета она переключалась с режима полет в космосе на прижим полет в атмосфере это просто очень удобно здесь это ведь нас нас много границ космоса разного разные высоты и так относительно то есть спустя 184 секунды бортовые экстерометры фиксируют одну сотую же то есть атмосфера стала достаточно плотной чтобы ее заметили приборы шаттла 323 секунды выполняется плановый крен вправо что это за такой крен по-английски это называется roll reversal по сути шаттл ложится то на левый то на правый бок и таким образом маневрируя сбрасывает свою скорость в торможении с комфортными перегрузками в итоге после вот такого вот таких разворотов влево вправо шаттл оказывается в районе посадки и там уже идет идет на посадку начиная с 486 секунды фиксируется по по сути зафиксированы по бортовым черным ящиком сила не штатная которая пытается развернуть шаттл влево она не отображается нигде то есть ее восстановили уже потом то есть ее не видит ни цуб не сами астронавты но автоматика ее видит и пытается с ней бороться довольно долгое время успешно что в это время происходит вот у нас есть две картинки из официального отчета расследований к этой к этой катастрофы это я просто наложил их одну на другую вот эта схема панелей здесь у нас располагаются левая стойка шасси панель номер восемь это наиболее вероятный район пробития вот этой самой дыры и вот это вот наложенная цветовая картинка она показывает скорость движения вот этот это не температура эта скорость скорость движения набегающего потока нужно понимать что набегающий поток очень горячий в нем по сути то есть нас при торможении в плотных слоях атмосферы не от трения это распространенное заблуждение а от перепада давления потому что объект очень быстро пытается двигаться в атмосфере возникает большой перепад давления отжатия газ нагревается плазма по сути начинает поступать вот сюда вот в крыло вот эти вот конструкции они алюминиевые поступающие плазма имеет температуру заметно выше чем температура плавления алюминия и в общем крыло потихоньку начинает разрушаться постепенно здесь вот это вот картинка она весьма важна тем что она показывает причем не собственно говоря происшествия и данные с шасси которые мы будем потом получать вот реконструкция вполне себе район где именно прожгло лонжерон передней кромки то есть собственно потом уже восстановили по времени пропадания данных с датчиков или поведению эти датчика что вот вот этом вот месте появилась дыра прожженная но нужно понимать что это все расползается дальше повреждаются все новые системы крыло постепенно начать разрушаться отсчетом этого 488 секунда эта высота 72 километра то есть не позже этого времени некоторые события у нас отмечены как будут не позже этого то есть они могли бы случиться раньше но не обязательно но вот вот в этой секунде они уже точно начали происходить и так 488 после 488 секунды пятьсот сорок первая секунда цуп видит потерю четырех датчиков температуры гидравлики то есть это датчики которые отвечают за температуру гидравлики на задней вообще кромкой крыла то есть датчики скорее всего сами целы просто к ним по провода пережгло это в общем вызывает определенную напряженность супе но люди не понимают что происходит потому что классическая проблема если у вас есть система есть вторая система которая обеспечивает телеметрию первой системы то если вы получаете ненормальные данные это может быть как ситуация реальной аварии так это что у вас врет врет телеметрия врут в эти датчики которые измеряют параметры суп в итоге все это время вот все происходящее он пытается разобраться что происходит не является ли это проблемой именно самой телеметрии потому что вы были очень странно а с чего с чего теряются датчики там будет диалог что если есть если у них что-нибудь общее то есть какой-нибудь один блок отказал например который с ними всеми четырьмя связан и это бы объяснила происшествие но общего у них ничего нету пятьсот семьдесят седьмая секунда фиксируется первый обломок здесь нужно что здесь посмотреть то есть вот эти вот видео это видео снятые самыми разными людьми то есть это могут быть там там будет видео с будут кадры с допустим снятые вертолетом военным просто случайно находящимся они решили это дело заснять через тепловизор будут люди которые просто снимать там любят снимать происходящие космические события там это энтузиасты космонавтики будут астрономы правда через а коммерческое они не штатное оборудование обсерватории просто как бы какой-то такой доступный прибор и телескоп и в общем вот у нас первый самый был то есть как видите качество конечно ужасное но общем этого хватило для анализа этот обломок он упал где-то в океане если он долетел до поверхности и не сгорел полностью поэтому это еще пока первый облом который будет найден это будет потом вот мытью шестой обломок от шаттла начинают потихоньку отваливаться уже обломки но все все еще летит все еще все еще работает вот это как раз именно фотография снятая с обсерватории но на коммерческом оборудовании 741 секунды начинается плановый разворот на левый борт это и как я уже говорит самый то есть она колумбия шла на правом борту развернулась на левый потом она так бы превращивалась пока бы не оказалась в нужном районе на 766 секунде и высоте 66 километров завершается шаттл летит система управления пытается бороться с нештатным разворачиваемся разворачивающим пока еще слабым с этой нештатной силой пока нас этим справляется полет управляемый вот 795 секунда как сделана фотография вот у нас виден шаттл точнее на него наложена модель наложена модель шаттла и вот здесь вот мы видим у ли в районе левого крыла странный совершенно не нелогичный ниоткуда бы ему взяться выступ в этой самой плазме людей происходит что-то ненормальное знаете у нас на правом так же такого нету вот у нас обтекание все все красиво и признаки такие есть 852 год этот 2 секунда простите отделяется самый западный из найденных обломков вот этот обломок фотография я просто нашел есть фотография похуже но я нашел получше это верх левого крыла вот принципе вот это это палец человека можно оценить в принципе его размер того что упал 870 секунда в кабине раздается предупреждающий сигнал также это видит суп в шинах двух получается шинах левой стойки шасси теряется давление здесь тут нужно сказать что с одной стороны это было похоже на штатную совершенно неисправность которая могла бы быть случиться в полете шаттла то есть на это бы такая была один из стандартных тренировочных сценариев о том что появляется датчика появляется сигнал о том что низкое давление в стойках шасси с этим определенным образом борются пытаются их там прогреть шаттл разворачивать и так далее но с одной стороны это было похоже на штатную нештатную ситуацию с другой стороны там были признаки которые говорили что все-таки ситуация развивается странно потому что как там было поведение не несколько ненормально но общем это это вот никто не успел распознать в 879 секунда прерывая привавшиеся на полусловия сообщения с колумбии и эх ю мысли хьюстон то есть идут переговоры ожидаются проблемы со связью но не ожидается полной потери связи на длительное время потому что в отличие от времен аполлонов когда спускаемый аппарат был окружен плазмой относительно земли и связь не связь нельзя было установить сейчас уже работали спутники и ретрансляторы тидрис которые могли использоваться именно как ретрансляторы то есть шаттл передавал данные назад то есть в сторону своей кормы там был дальше по направлению расположение ты кормы располагался спутник который это дело это следует то есть ожидались проблемы со связью но короткие потому что именно что цуп ожидал что связь восстановится становится быстро именно благодаря спутникам ретранслятором дальше 897 секунда вот у нас схема передней панели кабины шаттла и вот здесь у нас есть указатель положения шасси и указатель левого шасси переходит в положение не определено так называемый барбер пол то есть это вот такой индикатор который говорит что прибор либо не запитан либо показывает какие-то неадекватные данные всем это было связано дело в том что некоторые датчики стали показывать что стойка шасси выпущена и зафиксирована а некоторые датчики показывали что створки левого левого шасси то есть который на нижней поверхности шаттла не закрыты поэтому автоматика которая получала противоречивую информацию о положении левой стойки шасси показала что ситуация с ней вот такая неопределенная то есть это было связано опять же с повреждением датчиков про кабелей поступающий в левое крыло плазмой 915 секунда цуб сообщает что видит индекацию о давлении это видит и последнего сообщения не принял в принципе нормальная совершенно ситуация 921 секунда ситуация становится все более ненормальной потому что автоматика система управления включает два двигателя ориентации которые пытаются развернуть шаттл вправо то есть по оси рыскания вот вот это вот схема этих двигателей вот они r2r и r3r они пытаются развернуть шаттл вправо вокруг вертикальной оси почему это произошло потому что нас вот слева есть сила которая которая вызывает вот такую помеху который приходит уже противостоять двигателями ориентации в реальности при штатном полете эти двигатели ориентации включаются на какое-то короткое время здесь они начинают работать уже пытаясь компенсировать совершенно нештатную аэродинамику вот это в кабине видно маленькой лампочкой вот здесь у нас получается тоже тоже кабина вот внизу в этой части видно загоревшуюся маленькую лампочку это экипаж мог не заметить то есть как предыдущую информацию о том что с левой стойкой шоссе так и вот эту индикацию работы двигателя ориентации экипаж вполне мог не заметить на лицо 22 секунде у систем управления ведь у нее даже аж 4 канала да не менее не 4 каналов четвертый канал стал получать недостоверные данные о положении аэродинамических поверхностей то есть у шаттла там есть на задней кромке крыла там есть специальные поверхности такие ливоны которые поворачиваются и управляют движение управляют полетом это важно потому что нам нужно критически важно поддерживать правильное положение аппарата чтобы он летел теплозащитой вперед говоря простым языком и один из каналов вышел из строя то есть он показывает недостоверные данные в принципе это пока еще не страшно автоматика переключается на оставшиеся 123 секунда высота 62 километра последнее сообщение с борта роджер а то есть принято что-то там хотели сказать но вот это уже не услышали происходит потеря связи все после этого момента связь не будет восстановлено за 24 секунда в кабине звучит это такой тип предупреждения основной сигнал тревоги мастер аларм то есть у тебя есть у тебя есть требующий твоего неотложного внимания события какое-то которое случилось это такая большая кнопка которая расположена в верхней части в верхней части передней передней панели то есть она там есть звуковой сигнал она начинает она загорается обычно это нажимают на нее сбрасывают то то что человек принял сообщение то что он должен посмотреть важное важное сообщение от автоматики астронавты открывают многофункциональный дисплей и смотрят что не видит дисплей неисправности текущих показывает отказ четвертого канала систем управления и низкие давления колес левой стойки шасси 927 секунда включается третий двигатель который пытается развернуть шаттл сейчас хвост шаттла вправо до вокруг вокруг вертикальной оси по часовой стрелке пытается развернуть на этот момент здесь уже автоматика пытается сохранить управляемый полет при этом у нас уже есть очень серьезный дисбаланс в положении этих самых элевонов вот эти вот управляющие поверхности которые находятся на задней кромке крыла справа точнее на левом крыле они выдвинуты гораздо сильнее но в принципе это положение до определенного угла она пока она пока еще не требует какого-то вмешательства астронавтов из этого не в принципе тоже пока могут на это не даже не обращать внимание скорее всего внимание вот этим вот связано то есть у нас есть странное сообщение низком давлении и у нас есть от от отказ четвертого канала системы управления а 928 секунда не позже этого времени теряются все каналы гидравлики то есть что как это перевести на простой бытовой язык плазма пережигает трубы подаем по которым передается гидравлическая жидкость после этого автоматика уже теряет возможность управлять шаттлом собственно только автоматика вообще кто угодно потому что нету уже силы который могла бы поворачивать эти самые элевоны для того чтобы сохранить управляемый полет что происходит ну вот эта автоматика да на самом деле такая очень грустная грустная такая картина потому что кстати как вот такая верная автоматика пытается бороться до последнего она включает последний четвертый двигатель который может шаттл повернуть по часовой стрелке вокруг вертикальной оси вправо повернуть его все четыре двигателя работают непрерывно они израсходуют топлива меньше чем за 30 секунд оставшееся топливо в общем на самом деле это уже не важно потому что управление шаттлом потеряно орбитер начинает заваливаться вот получается вот так вот он увеличивать неуправляемо увеличивать угол тангажа и переходит по сути в что-то типа плоского штопора потому что у нас элевоны вот эти вот теряются они естественно встают по потоку то есть без гидравлической жидкости которая могла бы давать какие-то усилия приводом управляющая поверхность становится просто в такое положение в которой их поворачивают силы действующие на шаттл они просто просто по потоку разворачиваются и шаттл заваливается вот так фактически на брюхо и начинается закручиваться потому что вот здесь вот видно здесь видно такой как бы мы этим если придется долго взглядоваться можно увидеть такое по похоже что-то на какое-то вращение такое вот закручивание и видно отваливающие еще части вот какие-то вот отваливаются какие-то еще обломки 937 секунда и далее от шаттла отваливаются сначала крышка левого отсека омс омс это отсек орбитального маневрирования помните эту картинку с выступом где вот эти двигатели ориентации располагаются вот особо много крышка вот этого отсека отваливается потом отделяется сам отсек двигателя орбитального маневрирования сейчас двигателя ориентации отваливаются еще два фрагмента крыла в общем уже идет идет разрушение 956 секунда в районе что секунды астронавты понимают что положение шаттла совершенно ненормально там и приборы есть и собственно говоря видно в окна можно посмотреть то есть явно что-то идет ненормально астронавты успевают действительно профессионально отреагировать и сделать действия которые могли бы помочь если бы 30 секунд если бы за 30 секунд до этого не была потеряна вся гидравлика они правильно думают что у нас положение шаттла управляется или вонами вот этими вот задние на задней кромке вот омс под это вот эта вот штучка вот он здесь расположен вот эта штука по сути у нас крышка оторвана уже и сам вот он потерян ливоны подняты вверх они просто встали по потоку что осознают пилоты 22 пилота командир пилот они понимают что положить шаттла ненормально шаттлом управляют управляет гидравлика они думают что есть какая-то проблема с так называемой вспоминать на силовой установкой их три штуки и они на самом деле отличаются от в с у которая стоит на самолетах но в принципе не сильно потому что в с у самолет это маленькая турбина маленький реактивный двигатель который используется для подачи там электропитания и так далее в с у на шаттле это маленький ракетный двигатель камера сгорания который создает в том числе и давление для гидравлических систем почему пилот просто потому что вот это вот это самая правая часть вот это даже не передняя панель кабины а это правая панель кабины как раз где сидит пилот и получается пилот переводит сначала в положение выключена 2 2 помогательные силовые установки потом спустя какое-то время он их переводит в режим охлаждения инжектора это необходимо для перезапуска потом уже пока до шаттл разрушается это панель вот так вот примерно пополам сложится и вот в таком виде это будет обнаружено то есть два этих вот переключателя будут в положении охлаждения инжектора для перезапуска для перезапуска в соу то есть люди поняли что есть какая-то проблема с гидравликой и вот еще подключаются все три циркуляцию нет 2 он подключает 2 циркуляционных насоса вот эти вот кнопочки для чего это нужно пока перезапускаются вспомогательная силовая установка циркуляционные насосы они в общем для этого не предназначены это не штатное это именно это именно экипаж показывает о том что они профессионально и они понимают что понимают ситуацию они используют по сути workaround такое обходное решение не прописанное в штатной эксплуатации чтобы добавить чуть-чуть давление в гидравлические системы и он подключает вот эти 2 20 циркуляционных насоса которые могут чуть-чуть добавить давление в гидравлику но как вы уже знаете давление потеряно всех систем давление потеряно 30 секунд назад и эти в общем действия уже ничего не могут исправить 969 секунда высота 15 километров скорость 15 скоростей звука начинается катастрофическое разрушение шаттла вот это вот от кадры одного и того же видео то есть одни и те же настройки съемки то есть мы видим резкое увеличение яркости снижающегося шаттла видите здесь на реконструкции уже даже левое крыло не нарисовали то есть по их мнению левое крыло было уже от него если остались то какие то совсем остатки шаттл как я уже говорил неуправляемо вращается в плоском штопоре и катастрофическое разрушение начинается с отрыва ведь даже они они нарисовали что потеряно вот этот вот левый отсек двигателя битального маневрирования то на него уже убрали отрываются створки грузового отсека и после этого очень быстро шаттл разрушается как и в случае челленджера кабина отрывается по вот этому от району перехода в грузовой отсек нужно понимать что у шаттла есть еще внутренняя кабина то есть как бы внутренняя карбина герметичная есть еще внешний вот этот корпус и вся вот эта вот конструкция оторвавшаяся передняя часть она аэродинамически неустойчива она начинает вращаться сначала медленно потом все быстрее вот 76 секунда видно что шаттл разделился как минимум на две части видите у нас разлетаются еще обломки 186 секунда не позже этого момента происходит очень быстрая декомпрессия потеря давления внутренней кабины в которой находятся люди почему по какой причине это установили собственно по анализу тел этого в это было установлено потому что там были признаки именно вот пребывание в очень низком давлении почему резкая декомпрессия потому что астронавты летели с открытыми забралами гермошлемов у них были высотные костюмы то есть если бы они захлопнули шлемы они бы протянули бы какое-то время подольше но они летели с открытыми забралом это было удобно для переговоров друг другом и декомпрессия произошла настолько резко что никто не успел захлопнуть шлем вот из того что было зафиксировано принципе это знаете в каком-то смысле это милосердно потому что люди за секунды теряют сознание кабина начинает кувыркаться да еще почему почему было обнаружено то что это декомпрессия потому что вещи из кабины нашли западнее мест по день района падения основной основных обломков кабины то есть получается что возникает переводя на простой язык возникает быстро возникает такая большая дыра что через неё начинают вылетать вещи которые потом были обнаружены западнее обломков кабины то есть люди получается если вам интересно я я не буду в подробности проработать их их в отчете или нету потому что данном случае они на информации дополнительной не дают это чисто нервы пощекотать то есть астрономты потеряли сознание что общем было весьма милосердно потом из-за кувыркания кабины они получили травмы которые были ну даже вот уже собственно говоря на высоте 55 километров потери герметичности потеря асмитация в принципе уже верная смерть то есть просто не успеют не не успеют никак спасти даже если нужно очень быстро оказывать помощь но тут уже как бы не до этого потому что кабина кувыркается люди или уже по сути тела получают травмы от этого кувыркания потом кабина разрушается и на какое то есть на как потом оказываются в среде в которой очень маленькое давление и большой набегающий поток то есть фактически там она и хорошо на самом деле что в отчетах там убрали все вот все вот эти вот такие подробности потому что в общем там от экипажа остались в общем то какие то только части фрагменты тел то есть там есть есть такая схема какое оборудование из набора которое было на человеке она осталась там шлемы нашли практически от всех нашли шлема если я правильно помню вот от кого-то нашли две бутылки 2 2 баллона с кислородом в этого высотному костюм от кого-то там один причем неизвестно какой левый или правый так далее там много чего остановили там рации какие-то кечь которые способны пережить падение в общем получается 1004 секунды начинаются разрушения кабины 21 секунда обломки кабины стали такими мелкими что их на видео уже не различить и на 3051 секунде обломки кабины и в общем фрагменты уже фактически тело они уже падают на землю вот видят вот эта фотография как раз тепловизора съемка тепловизора и который на стоит на на военном вертолете просто случайные светители зафиксировали вот это вот падение вот двигатели основные двигатели они крепкие прочные они ведь и падают отдельно вот это у нас кабина который уже разрушается теперь следующий слайд это просто видео где эти события наложенные ну вот в принципе в том временном диапазоне порядке кто нам происходили к сожалению и аудиодорожка переговоров супа не полная но в принципе можно послушный и вы еще увидите пусть и в небольшом окошке но вы увидите видео именно того которые были отсняты то есть обломки как они идут вот мы видим как шаттл пересекает вот собственно как здесь уже здесь качество низко но там именно уже благ какие-то обломки начинают отделяться что выйти у нас номера этого самого номера этих обломков и песть что важно есть переговоры цупа то есть и пиоди я не капи вот получается правый крем несколько минут здесь будут такие перерывы но это даст например на время ну вот как попали на четыре датчика про которые говорили то есть тут пытается разобраться то есть есть не что-нибудь общее вы можете там какой-то один блок отказал как я уже говорил вот они пытаются разобраться докладывает оператор что они сположены в левой части в задней части левого крыла сами датчики провода получается проходят по крыльям мэкс коми гиуэлт шестом зеркор это алтри датон кистенцы туалет на полотна полотна к нам платы морда окей на гетчу ага сфор паса сендрага кубер жидко к пик так как бы таможене покоще по плану это много людей, которые работают в такой симфонии, это реально очень круто, поэтому здесь такие переговоры разных систем, и даже не буду в это глубоко закапываться. У нас там уже 12-й обломок, 13-й обломок. Я просто могу ждать, пусть и качество не очень. Обломки все отделяются пока еще небольшие. Здесь такие будут перерывы, к сожалению, именно в переговорах, то есть может где-нибудь есть полный совсем, но мне что-то не попался. Видео цены. Видите, с разных ракурсов мы видим, как шаттл снижается, потихоньку выходит на дневную сторону. Видите, у нас уже не ночь на видео, а утро. Вот у нас получается потеря давления в левом шасси, в стойках левого шасси. Руководитель полета спрашивает у человека, который отвечает за параметрами полета шаттла, нормально ли они тормозят, значит да, типа все нормально. Именно шаттл не видит каких-то ненормальностей. Собственно, пока и не может видеть таких данных. Данных нет, потом уже будет обнаружено. Я просто нашел чуть более полную дорожку. Здесь у некоторых чуть-чуть не будет подписей в captions, но это в принципе не страшно. Так, ну вот да, появляется сообщение о потере давления в левом шасси. Видите, даже у нас, даже видео с ЦУПа нету. То есть там явно какие-то были переговоры еще просто. Они у нас их либо не публиковали, либо они не имеют значения в данном случае. В общем, ЦУП, важно, что ЦУП не понимают. Вот, слышали? Колумбия-хью. Это, кажется, именно было с Колумбией. Вот, потеря связи. Роджер, вот это было услышано. То есть они ЦУП, Кэпком, то есть человек, который отвечает за связь с астронавтами, сообщил, что мы видим ваше сообщение о потере давления, и мы не приняли вашего последнего сообщения. То есть ЦУП считает, что часть связи восстановится. Видите, еще потеряны данные по носовой стойке шасси. То есть тоже какая-то уже какие-то странности. Видите, у нас шаттл уже, собственно, разводился в это время. То есть связи нет, телеметрии нет. Ну, в общем, ЦУП пока еще пытается разобраться, но он не понимает. Все еще не понимает, что происходит. Ах, слушайте, то есть я не ожидал таких больших проблем со связью. Уже шаттл, собственно говоря. Шаттл уже разрушился. ЦУП все еще не понимает. Мы не ожидали такой большой потери, потери связи по времени. Вот эти тоже вы могли слышать именно вызовы. Это Кэпком. Я не стал дальше там. Там будет долго пытается вызывать. Ком-чек, ком-чек. Потом там есть обязательно в фильмах про Колумбию показывают руководители полетов. Вот он сидит, флайт-директор. О том, как он говорит все. Закрывайте двери, запирайте двери. У нас уже шаттл потерян, что вы никому не звоните снаружи и так далее. В общем, было понятно, что шаттл потерян. Реально достаточно поздно. И, собственно говоря, в одном из документальных фильмов как раз вот именно муж Лоры Кларк говорит, что вот он пошел, у него был ключ, поскольку он был врачом в ЦУПе, то есть у него была должность именно полетный врач. Он пошел, у него была какая-то комната отдельная с ключом, который у него был ключ. Он в эту комнату зашел, включил телевизор и увидел эту самую трансляцию разрушения шаттла. В общем, прямо скажем. Ну и давайте мы будем разбираться, что, как, почему произошло. Вот крупным планом переднее или верхнее крепление шаттла. Вот эта штука — это обтекатель, который делается по большей части вручную. Фактически это чисто обтекатель, который закрывает элементы конструкции, которыми шаттл крепится к баку. Это внешний бак, в котором у нас есть топливо, которое подается в шаттл. В чем здесь проблема? Дело в том, что бак очень большой, и там есть операции, которые выполняются автоматически. То есть мы можем поставить робота, который будет носить теплоизоляцию, и он ее будет носить. Там будет ровный участок, и он прекрасно справится. Теплощита будет нанесена качественно, от нее куски отвалиться не будут. А там, в то же время, на этом баке внешнем есть очень неприятные участки. Это всякие там выступы, переходные элементы, фланцы, всякая такая штука, которую приходится покрывать теплозащитой, дополнительно покрывать теплощитой вручную, что увеличивает шансы ошибки. То, в принципе, даже и не в шансах дело, это еще поверхность более сложная. Помните, роботу отдали легкую поверхность, он ее специально, он ее спокойненько покрыл, а вот сложные вещи делают люди. И вот эта вот теплозащита, она имела такую тенденцию отваливаться. Я сейчас в первый раз скажу, да, но это будет не первый раз, о том, что вообще, на самом деле, в требованиях к шаттлу было требование такое, чтобы на поверхность этого орбитера, от самого шаттла, ничего не падало. Потому что любой мусор может повредить теплозащитные плитки. Это требование выполнено не было. Потому что отваливались самые разнообразные куски, самых разнообразных мест. И вот, собственно, вот эта вот левая стойка была одним из таких весьма и весьма неприятных мест. Потому что именно у нее был, у нее именно вот она выступает в набегающем потоке, она делается вручную и так далее. Вот что вам было интересно для, было понятно. Вот ее размер для наглядности. Вот здесь, видите, крепление вот это вот торчит. То есть вот здесь у нас получается фактически такое, ну, Г-образное крепление, которое крепит, вот эта теплозащита прикрывает крепление именно шаттл. Шаттл к баку. Без теплозащиты летать нельзя, потому что если мы зальем жидкий водород и жидкий кислород в эти баки без теплозащиты, то тут намерзнет столько льда, что будет отваливаться и повреждать шаттл еще сильнее. Поэтому теплозащита необходима. И вот получается, вот у нас полеты были, производились, когда отваливались самые разнообразные по размеру куски теплозащиты. Это очень не все далеко. Это вот четыре, для которых я нашел такую красивую реконструкцию. Потому что на самом деле таких случаев было, так, семь, по-моему, да, когда отваливалось. Но все, в общем, к этому привыкли. И опасно ее не считали. Вот. И у нас опять, опять та же самая история, как и в случае с Челленджером. Появляется проблема. Эта проблема никого сразу не убивает. К ней привыкают, привыкают, считают все менее опасной. И потом, когда она наносит какой-то катастрофический ущерб, удивляются, а как же так получилось, где же мы были раньше. Вот это, к сожалению, это, как я уже говорил в прошлой серии, это все-таки человеческое. Это то, как мы мыслим, работаем, действуем, работает наше сознание. Вот, видите, вот эти красные треугольнички, это потери левой стойки теплозащиты. Раз, два, три, четыре, пять, нет, шесть все-таки. Как Колумбия был седьмым случаем. Вот шесть раз оно отваливалось. Но все время обходилось. Дальше. Ну, знаете, я очень не люблю квантеры всеобщности, потому что их очень легко опровергнуть в любом случае. Но вот это вот, это цитата из официального отсчета. Требование, чтобы на орбитер ничего не падало, не было выполнено ни в одном полете. И тем не менее, все на это, в общем, забили. Вот это вот прекрасный график, который показывает отваливающиеся, то есть это, даже не отваливающиеся, это повреждения, которые имеют диаметр больше, чем два с половиной сантиметра, один дюйм. Видите, количество, да? Оцените. Вот, если вы посмотрите, что вот это вот, почему здесь пусто, да? Единственный случай, потому что это челленджер. Он разрушился так, что здесь уже не восстановишь количество побитой теплозащиты. Но это было все время, вот оцените, при каждом полете требование. Одно из фундаментальных требований, потому что это теплозащита, она должна сохранять шаттл при входе в плотную атмосферу. Это требование не было выполнено ни разу. Дальше поехали. Были случаи очень такие, ну вот как это называется, такие звоночки, очень характерные звоночки. СТС-27. Это, получается, был второй полет после возвращения, после челленджера, после возвращения к полетам. Вот здесь тоже, видите, повреждение вполне себе было. У них испытывали новый обтекатель, если я правильно помню, обтекатель для бокового топливного ускорителя. Обтекатель разрушился и осыпал шаттл, очень даже так сильно повредив его поверхность, нижнюю поверхность. Здесь на шаттле был манипулятор. Там вообще история дикая, потому что астронавты осматривают этим манипулятором нижнюю поверхность, получается, брюхо шаттла в поисках повреждений, видят серьезнейшие повреждения, говорят ЦУПу, а ЦУП с ними не согласен. Фактически ощущение, что им не верят. Потом ЦУП говорил, что качество картинки было очень плохое, мы не видели, что, то есть мы не могли оценить, что повреждения настолько сильные, какие вы говорите. Шаттл совершает посадку. Вот это фотография после посадки. Инженеры смотрят, ну ничего себе, а у нас одна плитка отвалилась, просто целиком отвалилась плитка одна из нижней поверхности. Почему вот сюда не прорвалась плазма? Ну повезло фактически, да? Там еще такое было, что здесь был район крепления антенны, в общем, было просто более толстый слой металла. Может быть, поэтому полностью не прожило и не был потерян шаттл СТС-27. Там, кстати, Малейн летал, в мемуарах очень ярко описана ситуация их эмоционального восприятия, той ситуации, что они видят серьезные повреждения, им не верят, они совершают посадку, торможение входит в плотные слои атмосферы и не знают, они вообще эти плотные слои атмосферы пройдут или нет. Но этот звоночек никого и ничему не научил. Пожалуйста, СТС-73, серьезные повреждения. Вот, СТС-87 осыпало его кусками. Вот сейчас мы про это поговорим, да? То есть у нас, видите, вот 6 случаев отрыва, причем из них на минуточку 2 были замечены, когда стали анализировать ситуацию уже после катастрофы. То есть было известно 4, но на самом деле их было 6. Да, вот есть такая, да, перефразирую известный анекдот, если вы, совмещая известный анекдот с Ричардом Фейнманом, цитаты оттуда, вы берете револьвер, заряжаете в одно гнездо пулю, остальные 5 оставите пустыми. Прокручиваете раз, да, щелк, вы живы. Что это такое? Ну, случайность, да? Прокручиваете два, щелк, вы живы. Это что? Это уже совпадение. Прокручиваете третий раз, щелк, вы живы. Это уже закономерность. Прокручиваете четвертый раз, щелк, это уже добрая традиция. Да? Но потом, когда у вас на десятый, двадцатый, вот видите, вот на 114-й полет, когда у вас, наконец, нет, не факт, что он 114-й, но, короче говоря, уже на второй сотне. Когда у вас, наконец, убивает, то все, вы живете, а как так получилось, да? Дальше. На происшествие повлияла еще одна такая история. 1997-й год, СТС-97, вот он. Происходит повышенная, относительно обычной, потеря теплозащиты. Проблему исследуют, определяют, что виноват новый газообразователь. Газообразователь в пене. Эта теплозащита, это пена. Ее наносит, условно говоря, очень-очень дальний родственник, допустим, строительной пены. Так вот именно, как пеной нанесли, она зафиксировалась, стала жесткой. После того, как заменой газообразователя обратно стала обратно, обычная потеря теплозащиты, да, стали еще более равнодушны к ситуации. Вот тоже такая картиночка. Это презентация, дата 31 октября 2002 года. Вот есть даже автор. То есть нужно понимать, что куча народа потом в НАСА, они наверняка испытывали чувство вины, и им было очень хреново потом жить. Это вот такой очень горький факт. Вот я боюсь, что этот человек тоже в этом списке. Потому что он написал то, что является классическим совершенно. Классическим признаком того, что нужно вообще бить в колокола, что у вас, ребята, привыкание как раз к этому ненормальному. Вот. Пункт номер два. Орбитер, в смысле шаттл, с ним еще не приключилось повреждение, которое достигло уровня безопасности полетов за 112 полетов. Включая три известных, а на самом деле их было шесть. Понимаете, то есть смысл того, что мы ничего не меняли, проблема не опасная, можно лететь. Понимаете, проблема в том, что если у вас вот эта проблема потенциально опасная есть, то у вас вот это вот повреждение, оно потом случается. И что же вы будете делать? А вы, как еще получается, будете это игнорировать, как показывает дальнейшая история, что же очень грустно. Ситуация еще ухудшается тем, что инженерам приходится уже вместо того, чтобы, вместо самоочевидного решения, что у нас есть требование, чтобы на шаттл ничего не падало. Вместо этого им приходится доказывать, что если на шаттл упадет что-нибудь крупное, то тогда будет плохо, тогда будет опасность для полетов. А на это отвечают, ну а с чего взяли, что что-нибудь крупное упадет? Вот раньше летали ничего не падало. Докажите, что опасность есть. То есть, по сути, ситуация, когда вот этой безопасности на производстве фактически, она становится с ног на голову. Вместо того, чтобы решать проблему, инженерам приходится доказывать, что эта проблема действительно представляет опасность. Тоже очень хорошо. А да, вот, пожалуйста. Вывод. Внешний баг. Безопасно летать без каких-то новых опасений. И нового добавленного риска. На минуточку, существующий риск смертельный. Пусть и с не очень большой вероятностью, потому что, ну видите, у нас летало больше сотни полетов, да, все пока еще живы, да. Но это не значит, что потом вас не убьют. Это одна грань вот этого вот трагедии. Вторая очень трагичная грань. Об ударе, как я уже говорил, стало известно на второй день. Естественно, нормально, как в таком случае положено, собирается команда для оценки повреждений. Однако, этой команде не назначается правильный тип, потому что в нас есть такая штука Tiger Team, так называемая тигриная команда. Это команда, которая работает по формализованному процессу, решает конкретную задачу, находится в видимости своих менеджеров и обязательно докладывает о результатах. Собственно говоря, Tiger Team, они, например, прекрасно себя показали в спасении Аполлон-13. Блестяще себя показали. И из-за того, что им назначили неправильный тип, их все, там, менеджеры и так далее воспринимают как помеху. То есть, ну вот мы выделили этих инженеров, чтобы они удовлетворяли свое инженерное любопытство. Ребята, тут вопросы безопасности, в общем-то. Но это трансформируется в то, что им приходится. Они оказываются в реальном бюрократическом аду, потому что у них нет формальных каналов коммуникации. Менеджеры были беспокоились о том, чтобы они использовали правильные каналы связи. И не лезли через чужие головы, пытаясь разобраться, что происходит. А они вынуждены, потому что у них нет штатных каналов. И волновало то, что НАСА пыталось решать слишком многое, слишком малыми силами. Так же, как в случае Челленджера, в общем-то. Была задача собрать МКС, но не полностью, то есть там отправить модуль Node.2, Unity, если я правильно помню, отправить в конкретной, знаете, в 2004 году. Это все исходили. По сути, Колумбия была как... Вот сейчас вы быстренько слетаете, и главное, чтобы вы нам не мешали, не срывали сроки от сборки МКС. Такое было отношение. Результаты просто, в общем, ужасны. Команда использовала негодное программное обеспечение, которое не было рассчитано на удары, расчет от повреждений, на счет повреждений от ударов настолько больших объектов. Они использовали негодное программное обеспечение. Они... Вот, получается, вот размер то, на что оно рассчитано. Вот тот размер, который они использовали, а вот тот размер, который примерно ударил в реальности. То есть получается, что программа, анализируя удар меньшего по размерам участка обломка, при этом работая вообще в нормальных условиях, говорит о том, что ожидается серьезное повреждение. Результаты работы этого программного обеспечения отбрасываются. Вот просто взяли и отбросили. Потому что это ваше программное обеспечение, оно дает слишком консервативные оценки, слишком большие повреждения, которые мы не наблюдаем. Замечательно. Также менеджеры приглашают эксперта, некого эксперта, который дает ему консультацию. Он опирается на какой-то опыт свой. Ну в принципе, да, там любого пригласи, у нас есть, ну что, 100 полетов, нету катастрофы. Ну значит, какая может быть опасность? Не может быть опасности. Ну реально, мы понимаем, что она сильно отличается. И в среде, если инженеры могли переживать о том, что вот у нас есть теплозащита, которая прочная, но хрупкая. Это если передняя кромка. Если у нас есть теплозащита, которая непрочная, это нижняя кромка, нижняя поверхность брюха шаттла. То, чем выше мы поднимаемся, как и в случае с челленджером, чем выше мы поднимаемся, тем больше уверены, что топломки повредить не могут. Никакой они опасности не представляют. И что получается? То есть, совершенно реальная ситуация, когда можно было оценить опасность, она в итоге так и не была оценена. Вот цифры 3 и 8, да. Три раза разные люди, используя разные каналы коммуникации, лично, по телефону, почтой, запрашивали дополнительную съемку участка потенциально поврежденного. Все три раза их останавливали, им запрещали это делать, им говорили, нет, стой, не лезь по неправильным процессам. И, в общем, это все дело зависает. То есть, три было возможности узнать о степени повреждения шаттла. Восемь даже было. То есть, три запроса было о том, чтобы получить данные. Восемь было упущенных возможностей узнать реальное положение шаттла и каким-то образом исправить ситуацию. Или что-нибудь вообще по этому поводу предпринять. Я даже не буду полностью зачитывать это. То есть, это, допустим, спрашивают, спросили ли экипаж проверить повреждения. Нет никакого ответа. Дальше ЦУП не спрашивает члена экипажа, чтобы он отправил вниз на землю видео, которое он заснял. Это довольно штатная вещь. Отделение внешнего бака, которое могло показать, что вот у нас есть большой кусок отвалившийся. Обсуждают возможность съемки. Нет, ничего не принимают. Вот, пожалуйста, звонок в Министерство обороны. Давайте вы свой спутник военный развернете, сфотографируете. Возможности, собственно говоря, такие были. Но чтобы это было остановлено менеджментом. И так далее. Восемь. Понимаете? Восемь возможностей упущенных узнать, что произошло по-настоящему. Ни одна, ни две. Вот три запроса о дополнительной съемке и восемь упущенных возможностей узнать, что произошло. А почему это так трагично? Почему я на это выделяю отдельный целый слайд? А потому что еще один уровень трагедии Колумбии заключается в том, что шаттл можно было спасти. Вполне было реально шаттл, экипаж спасти. Ну, в принципе, шаттл меньше вероятности спасти, но экипаж вполне спасти было можно. Отдельно целая глава, целая глава отчета о катастрофе посвящена возможным сценариям спасения. И там даже берется такой консервативный сценарий, вполне реальный, консервативный, со всеми возможными задержками. Второй день узнают о происшествии. На третий день, а там в предыдущем слайде было то, что на второй день обсуждался вопрос, производят фотографирование. Четвертый день анализ производится и приходит к выводу, что мало информации. Видите, они здесь дают консервативную оценку, что информации мало. Нужно подтвердить. Пятый день полета. Астронавты производят выход в открытый космос. Это единственный способ узнать точную степень повреждений. И после этого на пятый день становится понятно, что ситуация потенциально смертельно опасная. Тут было два сценария. Первый сценарий, вот эта картиночка. Это мы из имеющихся на борту ресурсов пытаемся собрать что-нибудь. То есть на борту, естественно, не было панелей упрочненного углеродного композита, которыми можно было бы, особенно, они все уникальные еще дополнительно, которыми можно было бы как-то эту дыру закрыть. Нет. Возможный вариант это вытаскивается от себя, допустим, железо, какие-то еще тугоплавкие материалы, забивается вот этот вот район. Потом при помощи мешка с водой это дело фиксируется. Вода замерзает и получается, во-первых, что-то, что улучшает процесс обтекания крыла. А во-вторых, дольше плавится и может задержать разрушение крыла. Это, конечно, нерзат. Вот эта лестница, которая не работает. То есть, астронавты свисают с творог грузового отсека, и они еще лестницу вытащили из кабины и ей используются для доступа. Это было бы наверняка сочтено слишком рискованным. То есть это как такая резервная мера на случай, если ничего совсем уже не остается. Проблема, такая трагичность ситуации заключается в том, что если перевести шаттл в режим экономии ресурсов, то можно было продлить полет до 30-х суток. То есть на 31-е сутки заканчивались картриджи, которые поглощали углекислоту. Потом там на следующие сутки заканчивался кислород, а дальше уже другие ресурсы заканчивались. Дело в том, что в это время на космодроме стоял другой шаттл, Атлантис, в готовности к старту 41 день. Но без пропуска необходимых операций, то есть чтобы мы не отправили людей сами с нарушением правил на дополнительный какой-то смертельный риск, если мы что-то не проверили, и дальше даже хуже, чтобы это потом не сломалось и не отменило миссию, без пропуска необходимых операций. Естественно, работая круглые сутки, то есть созвав все ресурсы доступные, работая круглые сутки, можно было обеспечить старт Атлантиса на 25-е сутки. То есть было целых 5 суток на разнообразные непредвиденные задержки, там погода, какие-нибудь, что-нибудь где-нибудь сломалось, но шанс был, потому что было целых 5 суток на то, чтобы подойти. Вот это вот вариант. Шаттл подходит к шаттлу и просто по тросу, используя запасы скафандров, то есть скафандры привезли, шлюз доставили, астанавты перешли и после этого их бы эвакуировали. Эвакуировали. То есть люди были бы спасены. Шаттл мог бы быть потерян, мог бы быть и не потерян, потому что можно было бы отправить миссию починки. А что, Хаббл починили же? Почему бы не починить Колумбию? Это было, ну в принципе, не было невозможно. Вот это вот дополнительный, дополнительный грань, дополнительный уровень трагичности всей этой ситуации. Потому что если бы НАСА так вот проявил свой профессионализм, который оно проявляло, собственно говоря, понимаете, вот после вот этого вот, вот после вот этого, вот этой истории, возможно, сценария спасения, следующая, пятая глава, это будет Аполлон-13. Просто потому что было, чтобы вы посмотрели, могли осознать о том, насколько классным может быть работа людей, которые используют технику, которая имеет в том числе и резервные сценарии аварийные, и огромной, и трудом своим, изобретательностью решает проблемы и все-таки возвращает людей живыми. Это был огромный успех. И вот после вот этого, у меня есть только чисто желание про полнотенцов сказать, потому что вот этого всего не было. Если бы НАСА бы сделало вот эту, если бы НАСА бы разобралась ситуация, спасло бы экипаж Колумбии, на что были вполне реальные шансы. Представьте себе, какой был бы огромный снова, снова именно после успехов, после лунной программы, после Аполлон-13, Аполлон-11, после всего того замечательного, что агентство сделало, это было бы огромное возвращение авторитета о том, какие-то крутые парни и женщины. Дальше, в общем, тоже история не становится сильно лучше, потому что два года перерыв в полетах, понятно, на попытке решения проблемы, но вообще проблема так до сих пор и до конца программы не была решена. Проще всего было получить больше информации. То есть поставили дополнительные камеры, вот эта фотография, это шаттл делает кувырок перед Международной космической станцией. То есть его со станции фотографируют, в хорошем качестве фотографии передаются на Землю, можно проанализировать любые повреждения теплозащиты. В общем, вполне себе такой вариант. Получить больше информации было легче всего. Но проблема все-таки не решается. Возвращение к полетам. СТС-114, 2005 год. На выведении отваливается кусок, представляющий себе, представляющий по размеру примерно половину того, что обрекло на гибель Колумбию, и еще восемь мелких. Представьте себе, что у вас есть проблема, отваливается теплозащита, у вас погибает шаттл, вы вносите изменения, у вас стартует шаттл, который должен вернуться к полетам и доказать, что вы эту проблему решили. И на выведении отваливается кусок опять. И еще год перерыв в полетах. Попытки снова исправить. Но проблема, в общем, до конца эксплуатации шаттлов так и не была полностью решена. Пожалуйста, 2007 год, скол теплозащиты. И вы знаете, проблема в том, что это реально оказалась инженерно сложная задача, потому что в баке очень холодные криогенные компоненты, жидкий водород, жидкий кислород. Это приводит к тому, что конструкции сжимаются от уменьшения температуры, они меняют свою форму, это вызывает какие-то очки трещин, может вызвать очки трещин. Потом там, то есть само выведение тоже вполне себе, то есть это набегающий поток, там вибрации и так далее. Сама пена, любая какая-нибудь там трещина в пене, какая-нибудь любая небрежность наложенная. Представьте себе, представьте себе, как жили люди, которые после катастрофы, которые эту пену несчастную накладывают. Вот ты мог полностью профессионально выполнить свою задачу, ты мог эту злосчастную пену вручную, на эту левую стойку наложить, она просто сама по конструкции отваливается. А тебе жить, думая о том, что вот если бы я что-нибудь сделал, может быть по-другому, может быть они бы остались бы живы. Очень много трагедий на самом деле с этим, таких связано. То есть вот этот персонал, который занимается нанесением теплозащиты, они всячески стараются бороться с всеми проблемами, недоработками, с какими-то там воздушными карманами, которые могут там возникать. Разрабатываются новые методы диагностики, специальные терагерцовые сканеры, вы их можете встретить в аэропорту. В аэропортах они распространяются, потому что они могут сканировать человека на предмет чего-нибудь запрещенного, что он хочет протащить на борт самолета. Не помогает. СТ-133 можно найти видео, как уже в космосе отваливается маленький кусок. Там он уже в принципе повредить уже ничего не может, потому что он так не тормозится, и кусок маленький. Но просто вот это сам факт, когда у вас камера фиксирует этот отлетающий плавно кусок этой теплоизоляции, на которую угробили столько сил, чтобы она наконец-таки перестала отваливаться. То есть это предпоследняя миссия Шаттла-133, после него только две еще было. Она все равно отваливается. Вот так эту проблему и не решили. Это, прямо скажем, весьма трагично. Но последствия, в общем, очевидны. После катастрофы Колумбии программа Шаттла была обречена. Все, точка. То есть Челленджер убил вот этот вот дух. То есть катастрофа Челленджера убила вот этот дух, что мы все можем. Мы можем там достать спутник, вывести спутник, запустить коммерческую полезную нагрузку. Мы можем часто летать. Все замечательно. Это было убито, потому что коммерческие нагрузки их стало гораздо меньше. И, в общем, Шаттл стал такой больше дорогой игрушкой, а не методом доступного космоса. Ну, это же многоразовый же аппарат. Его же можно... Вот его сел, загрузил снова как самолет и полетел. Нет, не работает. В случае Шаттлов не работает. Ну, естественно, да, вот модуль Harmony, который... Да, простите, Unity — это другой модуль, где я говорился. Модуль Harmony Note 2, он был запущен не 2004 год, а 2007. Поэтому сроки, естественно, все сорваны. Тут, в общем, вопрос. Это фотография, это посадка STS-135, последнего Шаттла, который совершил посадку. Вот на этом вот программа Шаттлов была закончена. Это, в общем, прямо скажем, весьма и весьма грустное. Грустное такое, минорное окончание. Ну, уроки, знаете, да. Если мы возьмем катастрофу Челленджера, заменим прогары уплотительных колец на отваливающуюся теплоизоляцию, Челленджер на Колумбию заменим, мы получим, в общем, то же самое, та же самая ситуация привлекания к ненормальному. Поэтому я взял слайд из предыдущей презентации, два пункта оставил из предыдущей презентации о том, что это один из ярчайших примеров привлекания к ненормальному. Еще раз повторю, десятки, сотни, я надеюсь, это очень хорошо, то что люди ездят, выступают и рассказывают про безопасность на производстве на примере этих катастроф. Потому что, в общем, одно из немногих, что мы можем сделать, это сделать так, чтобы вот эти вот истории, эти катастрофы, эти погибшие люди, ну, они хотя бы вот были не зря, чтобы мы ужаснулись, чему-то научились и стали бы работать лучше и подобные истории не повторять. Аналогичные проблемы есть у вас и на работе дома. Я тоже самое повторю, я могу список составить того, что мне стоит поменять, прикрутить, заменить, укрепить, починить и так далее. Но это до сих пор не сделано. Это как бы, да, ну, единственное, что я пока после этих историй пытаюсь оценивать риски. Если он сломается, ну, ладно, у меня есть запасной план. Если это произойдет, у меня есть запасной план. Вообще, честно говоря, запасные планы это одна из самых крутых вещей, которая меня научила космонавтика. Запасные планы всегда иметь. Но это будут другие истории, мы об этом более подробно говорим. Вот добавленный пункт. NASA делает чудеса в космосе самые разнообразные. Voyager до сих пор летят, по Марсу катаются марсоходы, там, зонд Parker погрузился в Солнце, но нужно понимать, но нужно понимать, что нужно бороться за безопасность на производстве, за качество, за процессы, удерживать вот этот технический прогресс, который, к сожалению, нужно именно поддерживать, чтобы он не плюснулся обратно. Это каждый день. Потому что у нас в планах этих самых лекций будет еще одна история NASA, которая произошла чуть больше, чем 10 лет спустя, в которой тоже будет привыкание к ненормальному. Знаете, там, к счастью, там не будет катастроф, там будет просто потенциально очень опасная ситуация, но она будет. Если тот догадался, о чем я говорю, то тот молодец. Вот такие вот дела. Ну и получается лекция наша закончена, и мы переходим к вопросам. Переходим к вопросам. Да. Действительно, действительно очень жаль. Да, это факт. Да. Добрый вечер всем, кто поприветствовал. Отлично, что успели к началу. Да, хорошо. Так. Еще раз говорю, мы сейчас переходим, по сути, в режим минутной готовности. Вы пишите какие-то... Если у вас есть какие-то вопросы, обратная связь и так далее, пишите. Я на это буду потепонку отвечать. Я пока разбираю вопросы. Так, утверждают, что обрет Колумбии был определен несколько раз. Мне нужны источники. Вот я опираюсь на отчеты о катастрофе, я опираюсь на Columbia Crew Investigation Board, который вышел в 2008 году. То есть, если обретал кто, когда, как и так далее. То есть, в принципе, кстати, вы можете найти фотографии, если я правильно помню, все-таки они относятся к Колумбии. Вроде бы, они даже были сделаны именно из космоса, но там шаттл расположен видом сверху, строго сверху, и там открытые створки грузового отсека, они закрывают район повреждений. Вот. То есть, если я правильно помню, все-таки это относится к Колумбии, эти фотографии, но этого все еще не хватало для того, чтобы искать степень повреждений. То есть, мы с вами это, в общем, нормальная работа такая, как бы, историческая. То есть, мы смотрим на источники, кто утверждает, кто почему, потому что, если это, я не знаю, какая-нибудь там, если это Ванга подсказывала, что Колумбию облетели, сфотографировали, это, простите, источник, который совершенно недостоверный. А нужны отчеты, информация, кто как, способ проверки, фиксации. У нас же попперовские критерии. Это верифицируемость, фальсифицируемость. Отчета, в принципе, там очень много информации. Да, ну вот, знаете, да, спасибо, Кате, что вы поппероваете. Вот я это читал, меня пробирал, я это смотрел, меня пробирал, я готовил презентацию, меня это пробирал, я рукопись писал, меня пробирал, и сейчас меня тоже все до сих пор пробирает. Это вот истории, которые, я не знаю, к ним не привыкаешь. Потому что действительно тебя все равно пробирает. Да, с техникой, да, есть такое, потому что это, наверное, чисто вот какое-то мое соотношение, потому что, когда я смотрел, мне очень грустно, когда техника пытается выполнить свою задачу, как вот такая вот, как я уже сравнивала, с такой, может быть, собакой верной, которая готова спасать хозяина, в том числе, ценой жизни. То есть техника, она является субъектом в том смысле, что она может принимать какие-то решения, действия выполнять, но она не имеет сознания. Это вот такие, получается, машины, которые нам служат. Это здесь можно долго философствовать. Я как бы просто не хочу, а то сам, а то я буду опять пробирать, в общем. И, в общем, это, такой именно мой взгляд, потому что там именно техника, в общем, боролась. Это, в принципе, даже на Челленджере она просто не успела бороться, потому что там слишком быстро всё произошло. Но вот именно случай Колумбии, идёт постепенное разрушение, оно пытается компенсировать, борется, борется, но всё уже дальше. Только когда потерялась уже гидравлика, автоматика уже ничего не может сделать. Так, читал статью о следующей миссии. И, ну вот, собственно говоря, да, я говорил, то есть миссия возвращения к полётам они получили, они получили тоже катастрофу, которая связана с этим. Так, у меня на какое-то время показалось, что у меня пропала связь, ещё раз говорю. Примеры привыкания к космонавтике российской, точнее, Советской Союз-11. То есть есть корабль, который спроектирован из концепции о том, что ни один, единственный отказ, то есть однократный отказ, отказ одной системы не может привести к прекращению миссии. И никаких два отказа не могут привести к опасности для космонавтов. И вот, исходя из этого хорошего и правильного требования, тем не менее, все летают без скафандра, ну, не все, летают без скафандра. То есть мы об этом потом подробнее поговорим. И, ну, я вообще сейчас, да даже сейчас так схожу по памяти, что было у нас, получается. Союз, получается, пять, который входил в атмосферу вверх ногами, он не заставил подумать, что если бы была какая-то частичная разгерметизация, прогар чего-нибудь, не полное разрушение, частичное, то космонавтов погиб, а спускай ампорат сел бы. Об этом не подумали. Дальше. Где это еще было? Там, где сварка была. Союз 6-7, по-моему, да, которые 6-7-8, которые летали, у них был эксперимент по сварке, эта сварка чуть было не проварила бытовой отсек насквозь. Там был сварочный автомат. Это тоже почему-то ни для кого не стало звоночком, что хорошо бы летать в скафандрах. И опять же, традиция летать в скафандрах, она тоже весьма далеко не факт, что именно традиция, потому что все Востоки летали в скафандрах. Восход-1 трое летают без скафандров, просто потому что в скафандры их не впихнешь, спускаемый аппарат. Восход-2, на минуточку, Беляев-Леонов, там оба были в скафандрах. Не только Леонов, который выходил, но и Беляев, который сидел в корабле. И вот Союзов почему-то стали летать без скафандров. И эти звоночки их ничему не научили. Причем, кстати, опять же, на Союзе 4 и 5 там, по крайней мере, у кого-то скафандры были, которые переходили между отсеками. И тем не менее, эти звоночки никому ни о чем не сказали. Летали без скафандров и с совершенно дурацкой архитектурой, прямо скажем, дыхательного клапана, который автоматически открывается и вручную закрывается. Но сделать его вручную открывающимся. Мы об этом будем подробнее говорить. Это вот такой классический пример привыкания к ненормальному, к советской космонавтике. Нагляднейше. Мы его рассмотрим в одной из следующих глав. Я не буду добегать, забегать подробнее. Дальше. Решены ли проблемы на системном уровне? Ну, знаете, про шаттлы я говорил. То есть, конечно, здесь человеческая психология. После катастрофы Челленджера, посмотрите мой предыдущий стрим, там говорится, что половину технических решений можно убрать, и соединение все равно останется безопасным. То есть, там, видите, с запасом сделали безопасное соединение, но его сделали после катастрофы. С Колумбией, в общем, я рассказывал, что пытались проблему исправить, полностью ее не поправили. Что касается, в общем, привыкания к ненормальному. Это добро есть, а спасено очень много где, к сожалению. И на работе, причем любой работе, там, я не знаю, там, айтишной, производстве, чего угодно. Тот же самый Майк Малейн, он после того, как перестал быть астронавтом, ездил по стране своей США с лекциями по безопасности на производстве, в которых на этих же примерах, вот как я сейчас вот рассказываю, только у него там еще были авиационные примеры, как они там налажали. А он рассказывал именно о том, как необходимо бороться за безопасность на производстве. То есть, нужно, чтобы человек... Там еще есть такая штука, что там еще психологически дополнительно усложняется, что человеку сложно... Психологически сложно сказать, что вот, ребят, куда же мы едем, давайте тормозим. Мы же нарушаем все правила, которые только можно, если мы едем, потому что что-нибудь. В США, в принципе, есть такое хорошее направление, с этим пытаются бороться. В том числе есть такая культура whistleblower, то есть человек, который имеет право... То есть человек, который, по сути, как бы это буквально перевод, человек, который свистнул свисток. То есть, если человек видит, что идет ситуация ненормальная, он начинает с этим бороться, пусть и один, он потом становится фигурой героической. Это, в общем, хороший, реально правильный подход. То есть, очень желательно создать такую культуру на производстве, чтобы даже один человек, потому что это сложно психически, все к этому привыкают и давит коллектив, чтобы даже один человек мог сказать, что, ребята, давайте притормозим, давайте мы вот эту штуку исправим, давайте мы на полу нашего цеха масло уберем, потому что я сегодня видел, как кто-то чуть не упал прямо под какой-нибудь транспортер, и его там чуть не затянуло в какой-нибудь конвейер. Давайте мы масло уберем хотя бы. Я понимаю, что нам придется на это потратить дополнительные ресурсы, но у нас есть ситуация опасности для жизни. Таких массовариантов можно любой привести. Что касается НАСА, я уже говорил, что... А, нет, это ситуация близки к катастрофическим. Ну, там есть... Есть случаи, когда просто повезло. Когда, например, был пожар в вспомогательной силовой установке на СТС-9, если я правильно помню. Просто повезло, этот пожар случился буквально в последние секунды перед посадкой, когда, в общем-то, если бы даже гидравлика вся сгорела, то это уже ни на что бы уже не повлияло, шаттл уже находился на Земле к тому времени. Были случаи, когда просто повезло. Были случаи, ну, там, чтобы прям так быстро катастрофическим, я так часто не вспомню. Именно такие, чтобы близкие к катастрофе. И мне, скорее, какие-то случаи анекдотические вспоминаются. О том, например, как на первом полете СТС-41Д, по-моему, когда из меморов малины вытаскиваю, где у них намерзло, намерзло, по-моему, получается, ну, там, может быть, не только моча, но еще и технические жидкости, которые там, типа, излишняя вода, потому что топливные элементы, они могут ее в избытке давать. Ну, короче, у них там намерзл кусок льда, который представлял потенциальную опасность для теплозащиты. Поэтому все-таки, по-моему, там была этот... И, в общем, сброс воды и жидкости, и мочи запретили за борт, и останавцы перешли на использование пакетиков, как во времена Аполлона. То есть эту... А эту ледышку, ее, по-моему, сбили манипулятором, что ли, сейчас так не вспомню. Вот вспоминаются какие-то случаи анекдотические, но вот именно серьезные смертельные опасности так не припомнится. СТС-1, кстати, там у них была масса, масса причин, типа, допустим, выхода на недопустимый угол фюзеляжного закрылка. По правилам полета нужно было полет прекращать, но они просто об этом не знали, ни ЦУП, ни астронавты, поэтому они полетели и, в общем, слетали нормально. Там миссия такая по степени такого вот риска и амбициозности, она просто была зашкаливающей. Вот. Кабина отдельная для спасения. В кабину отдельную спускаемым модулем, да, вы знаете, это было бы неплохо, только это не было в оригинальном проекте, а денег, ресурсов на изменение всего флот-шаттлов не было тоже. А так идея, да, потому что, например, был, скажем так, первые, по-моему, версии бомбардировщика американского, как они там называются-то, или не бомбардировщика, а ударного самолета, по-моему, F-111, что ли, который как раз, арт-варк, по-моему, там первые версии у него, там была полностью спасаемая кабина. Потом, правда, от этого отказались, перешли на индивидуальные катапульты. Но, в принципе, нужно понимать, что инженеры могут сделать очень многое. То есть, как бы, они, конечно, ограничены законами физики, чаще всего, чаще, чем законами физики, они ограничены экономикой, денег на это не дают, но инженеры могут сделать очень много. Поэтому, в принципе, систему спасения можно делать самых разных размеров, самых разных конструкций и так далее. То есть, в случае шаттлов, то есть, та система спасения, которая появилась после челленджеров, вот это я рассказывал, в стиле бомбардировщика Второй мировой, она бы не помогла бы ни в случае челленджера, ни в случае Колумбии. Она бы не могла их спасти. Это фактически такая... Да, отдельно спускаемый модуль, это было бы, в общем, как возможный вариант. Потому что, да, действительно, в обоих случаях разрушение шаттла идет именно сразу за кабиной. Потому что она просто более прочная, а грузовой отсек, там, по сути, это просто физика, конструкция и прочность материалов. Потому что кабина, она целиком, там даже два вот этих вот, два, две кабины. Одна маленькая, но это герметичная, другая внешняя, которая обтекаемая. Она прочная, а вот грузовой отсек, он получается менее прочный. В общем, да, автоматик. Собственно говоря, даже в принципе, ну, только единственное, что в случае Колумбии, то есть, там нужно было как-то стабилизировать теплозащитой вперед. То есть, это не так-то просто было бы сделать, на самом деле. То есть, если уж делать, если уж делать, то нужно было бы делать кабину третью, фактически, внутри. Или делать вторую кабину, как именно спускаемый аппарат, который можно было бы остреливать. Если я правильно помню, нечто подобное хотели сделать для спирали. То есть, вот беспилотный советский маленький мини-шаттл спираль. Для него именно думали сделать именно кабину, как отдельно спускаемый аппарат. Там, конечно, был экипаж сильно меньше. Тут именно масса технических противоречий, потому что нужно понимать, что на шаттле была большая кабина, она была в два этажа, и люди находились на обоих этажах. То есть, здесь как бы такая была своя специфика. Но, еще раз говорю, инженеры могли сделать многое. То есть, проблема-то в том, что, на самом деле, кабина-то имеет теплозащиту. Проблема в том, что она не стабилизируется. То есть, если бы в случае Колумбии там бы стояла бы автономная система управления, которая бы развернула бы эту кабину теплозащитой вперед, и она бы еще выдержала вот этот вот случай разгрометизации, там, скорее всего, скорее всего, там разгрометизация была связана с тем, что внутренняя кабина переместилась относительно наружной. И просто там, грубо говоря, сразу большие куски поверхности были порваны, оторваны, разорваны, разбиты и так далее. Именно из-за этого вот такая быстрая разгрометизация, в которой сразу началась утечка вещей. Вот если бы это было бы сделано прочнее, и там была бы автономная система управления, которая бы сумела бы развернуть кабину теплозащитой вперед, то тогда бы, в принципе, можно было бы падать до, точнее, управляемость снижаться и тормозить. Потому что теплозащита-то там была. Проблема-то в том, что разрушение кабины произошло из-за того, что она кувыркалась неуправляемо, на нее действовали переменные нагрузки, на которые она, в общем, не была рассчитана, и она стала уже разрушаться. И, собственно говоря, сверху у нее не было теплозащиты тоже. Так. Вот. Так, вопрос. Легочные сосуды. Так, вопрос. Система крепления с одной стороны была... Так. Вопрос, походу, делает частично, он у нас не ответился, не было проблем. Почему критическая часть была несимметрична? Ага, все, я из трех комментариев нашел ответ. Почему она была несимметрична? Ну, в данном случае это просто случайность. Чисто инженерная случайность. У нас есть бак, внешний бак, в котором есть... Нужно сделать трубопровод. Из бака кислорода к шаттлу. Его можно сделать самыми разными способами. Его можно было пустить там по центру, например. То есть инженеры вполне могли бы отпустить этот бак между этими, вот этим вот самым дву... Этим таким V-образным креплением, да. Из двух частей. Они могли бы, допустим, пустить его посередине. Кто бы им, в общем-то, мешал. Может быть, это было бы как-то со своей стороны удобнее. Это чисто случайность. Понимаете, здесь до катастрофы Колумбии не было понимания, какая у нас там часть критическая, какая нет. Просто у нас была конструкция, в которой просто в силу особенностей, такой несимметричности, случайной совершенно, об этом никто не думал. Потому что все, когда проектировали, думали, что это отваливаться не будет. Собственно говоря, именно поэтому там такой наплыв. Очень плавный наплыв верхней части этой самой теплозащиты связан с тем, чтобы эта штука держала аэродинамические нагрузки. То есть ее спроектировали, это, в общем-то, правильно, чтобы она выдерживала аэродинамические нагрузки и не отваливалась. Ну, не доработали, она так и отваливалась. То есть, еще раз говорю, просто здесь ответ в том, что не думали, что есть места критичные, есть места некритичные. Просто в силу случайности, случайного расположения трубопровода, которое было выбрано по каким-то инженерным соображениям, получилось так, что справа это было прикрыто турбопроводом. Этот турбопровод, его задачей было перекачивание кислорода жидкого из верхнего бака в шаттл. Он не решал защиту, он не решал задачу аэродинамической защиты этого самого левой части крепления. Вот. Так, ну да, здесь тоже подождается. Еще раз говорю, вот весь стрим о том, что да, опасность была недооценена, что фотографии не были сделаны, что ситуация, которая оказалась смертельной, она даже не была сочтена смертельно опасной. Вот об этом, по сути, весь стрим. Вот. Что касается ДМКС, добраться не могла, просто потому, что, если я правильно помню, там было даже разное наклонение. То есть, ДМКС, она никак не могла добраться, потому что, скорее всего, ее выводили на наклонение мыса Канаверл, то есть, 33 градуса, а МКС летала по наклонению 51 градус, 51,6. И, чтобы изменить наклонение на низкой орбите на вот это, на такое количество градусов, с 30 до 50, на 20 градусов, там нужно было потратить, в общем, нужно было, по сути, еще такой, маленький такой внешний бак с собой вести, такого же, Ну, может, поменьше, чем штатный, но все равно довольно большой для основных двигателей, потому что там нужны очень большие, очень большой запас Дельта-Ви, которого у маленьких двигателей орбитального маневрирования не было в принципе. То есть, ДМКС добраться она не могла никак. Так, при работе с техникой правила безопасности лучше, чем опытные рабочие. Да, вы знаете, а потом еще получается такой прикол, что инженеры, которые делают первые экземпляры, первые поколения космических кораблей, Меркурия и Востоки, они оценивают опасности космоса, они всерьез их оценивают. И Востоки и Меркурия летают с авариями, но без катастроф. Понимаете, какая интересная история. Потом летают восходы и джемини, тоже, в принципе, какие-то происшествия были, но без катастроф. А вот когда добираются до третьего поколения, инженеры уже очевидно считают себя очень квалифицированными. Космос считается безопасным, а он не стал более безопасным. Космос — это недружелюбная среда, которой нужно относиться к соответствующим уровням внимания. И отношение должно быть именно такое серьезное. А вот когда третье поколение по обе стороны океана, в Советском Союзе Союз-1 и гибнет комаров, а в США Аполлон-1 и гибнет Грисом, Уайт и Чеффи, потому что в обоих случаях у нас была и спешка, и недооценка опасности, и масса еще всяких веселых проблем. Это абсолютная реальность, да. Новички беспокоятся, технику используют, а опытные рабочие расслабляются. И с этим приходится бороться. И это тяжело, потому что приходится бороться с этим каждый день, потому что опасности меньше не становится. От того, что вы работаете с опасной техникой пятый год, опасность меньше не становится. Просто у вас возникает искушение оценить неправильную ситуацию. Есть такая поговорка, не знаю, насколько она правильная, о том, что тонут опытные пловцы. Почему они тонут? Не потому, что опасность растет. Опасность остается то же самое, просто они могут ее недооценивать в силу своего опыта. А, я справлюсь, ничего страшного, я знаю, что со мной случится. Опасность тем не менее остается. так, если бы ЦУП разобрался, что происходит, после начала снижения предпринять уже ничего не могли. Да, действительно, к сожалению, это проблема. Ну, в данном случае, это показатель, скажем так, о том, что люди, в принципе, и в кабине очень поздно сообразили, что происходит, и ЦУП, он вообще так и не сообразил. Потому, что, в принципе, единственное, нет, я даже сомневаюсь, что они бы смогли бы. То есть, когда началось вхождение в плотные слои атмосферы, шаттл уже спасти вообще ничего не могло. То есть, после выполнения тормозного маневра, но до начала вхождения в атмосферу, можно было еще выполнить маневр по... Может быть, были остатки топлива, чтобы хотя бы выйти на какую-то низкую орбиту, которую некоторое время продержаться. По сути, это был просто такой индикатор. Да, действительно, после того, как Колумбия вошла в атмосферу, ее уже ничего спасти не могло. Но это, как мне кажется, достаточно важный такой признак, показатель о том, что, в общем, не было понимания, что происходит. Так, да, действительно, опытные рабочие строят из-за своей небрежности. Все верно. То есть, шаттл, цуп ничего бы сделать не мог. Все верно. То есть, развернуть его как-то боком, пытаться, это... Я не знаю, проводил ли кто-то действительно моделирование именно серьезное, на серьезном уровне, можно ли было как-то модифицировать программу полета, чтобы это сделать. В любом случае, на это еще и времени не было. Потому что шаттл двигался по штатной программе процедуры. Принципиально, принципиально новый способ полета. Ну, знаете, пока что вот за неимением гербовой приходится писать на простой. Поэтому приходится летать на... Слушайте, я бы не сказал, что порховые бочки. Ведь, ну, простите, у нас есть примеры программ, которые были вполне себе очень даже удачные. Ну, простите, вот Союз. Вот Союз уже совершил больше полетов, чем шаттл, но после Союза 11 у нас были аварии, были потенциально серьезные аварии, но ни одной катастрофы не было. И, в общем, он показывает себя как очень надежный аппарат. Ну, что, к сожалению, не отменяет того факта, что если вдруг кто-нибудь где-нибудь расслабится, то мы можем какую-нибудь новую аварию поймать. Но просто именно в силу конструкции, в силу надежности у нас там есть запасные режимы всяческие, есть система аварийного спасения, которая вполне себе может спасти и спасала, собственно, космонавтов. У нас есть больше надежды, что для того, чтобы это действительно стало катастрофой, нужно, чтобы очень многие одновременно расслабились и стали халтурить, либо что-то совсем неприятное произошло. Вот. Так, циничный вопрос. Что более ценно, жизнь австронавтов или жиреза? Ну, знаете, в данном конкретном случае, я думаю, здесь это, если мы так цинично рассуждаем, это вопрос пиара. Потому что, если НАСА спасло бы австронавтов Колумбии, им бы простили бы погибший шаттл в данном случае. Вот точно мы бы простили, потому что это был бы такой триумф. Если бы НАСА спасло бы и австронавтов, и шаттл, это были бы вообще мега-крутые перцы круче, чем два Илона Маска современных. Если бы спасли бы только останавтов, это было бы все равно очень круто. Потому что это показали, что проблему заметили, начали решать, решить не решили, но людей спасли и вернулись. Это действительно было бы очень-очень круто. Здесь однозначно, чисто с позиции пиара, люди важнее. Вот. Признаки проектирования было учтено под шаттлов. Ну, знаете, я так скажу, они все капсулы. Я не знаю, является ли это опытом шаттлов. Вот только Dream Chaser, который пока вроде бы грузовиком будет летать, это мини-шаттл. Вообще, на самом деле, если так в сторону уходить, мини-шаттлы это такая прикольная вещь. Очень жалко, что их еще в 60-е не попробовали, потому что что Dinosaur, который американский, что спираль советская, это мог бы быть экземпляр действительно работающей многоразовой системы, которая не имеет тех огромных проблем по стоимости, сложности и длительности обслуживания, которые были у шаттлов. Потому что они могли бы быть проще, дешевле, удобнее, и при этом многоразово это могло быть очень-очень круто. То есть, в общем, я не знаю, насколько это является наследием шаттлов. На самом деле, шаттлы появились как, есть такой термин в английском языке design by committee. То есть, это, наверное, самый такой адекватный перевод по смыслу, пусть и не буквальный. У семи нянек дитя без глазу. То есть, когда у тебя есть система, которую разрабатывает комитет из большого количества заинтересованных лиц, у каждого из которых есть свои интересы, то получается в итоге что-то обычно очень плохое. Банально. Вот задумывались ли вы о том, зачем на шаттле такие большие крылья? Прикол в том, что большие крылья на шаттле нужны для выполнения маневра, который он не делал ни разу за всю свою карьеру. То есть, это было требование военных, чтобы шаттл мог сместиться на большое расстояние при торможении в атмосфере. Так называемый большой газонтальный маневр. Для чего это было нужно? У военных была такая идея, идея замечательная, которая не была реализована. Если мы запускаем шаттл с космодрома, допустим, военного космодрома Ванденберг, мы его запускаем, ну, в принципе, даже можно смысл Канаверл. Нет, с Канаверл не получится, нам нужна полярная орбита, поэтому Ванденберг. Мы запускаем шаттл с космодрома Ванденберг, он выводит быстро, за один виток, сразу выходит, он сразу выводит стелс, какой-то такой хитрый такой стелс-спутник, была у них такая идея стелс-спутников. Вот он стелс-спутник выводит, потом он на этом же витке входит в атмосферу, совершает посадку на аэродроме каком-то подходящем, но тоже получается западное побережье, потому что Ванденберг западное побережье, а земля вращается против часовой стрелки. И советские системы контроля космического пространства оказываются в очень плохой, неудобной ситуации. Есть стелс-спутник, который очень плохо виден радарами, а начальную траекторию районного поиска найти нельзя, потому что Шаттл быстро стартовал, никто не успел зафиксировать параметры его орбиты и тут же сел. Идея прикольная, изящная, такая вот с точки зрения инженерной, классная идея, только Шаттл ни разу ее не реализовывал. Понимаете, Шаттл ни разу не стартовал с космодома Ванденберг и ни разу эту идею не реализовывал. То есть получается, что все это время, 135 полетов, Шаттл таскал большие крылья, которые ему оказались в итоге не востребованы, которые имели фичу, которая так и не была использована ни разу. Понимаете, какой прикол? И возможно, кстати, что история это с Колумбией, что если бы у Шаттла были бы маленькие крылья, то может быть они были бы какие-нибудь там более прочные и может быть истории с Колумбией бы не было, кстати. Мы вот это вот не знаем. потому что если вы посмотрите на ранние проекты с Шаттлов, там вообще два больших таких как вот две больших ракеты, которые поставлены друг к другу брюху к брюху, например. Пожалуйста, такие варианты есть. То есть это у меня есть пост старенький, пост 2014 года, но в принципе с тех пор, что ничего не поменялось, можете в ММЖ поискать, что планировали и что получилось в программе спейшаттл, там эти самые проекты, все вот эти вот требования разнообразные. Банально, известный тоже факт. НАСА не хотела цветотопливные ускорители, потому что мы их зажгли и мы их не можем выключить. НАСА хотела жидкостные ускорители, как на энергии, такие вот зениты. Но их по сути вынудили использовать цветотопливные, потому что это уже получается там политика и экономика, потому что НАСА, будучи государственным агентством, нуждается в поддержке в поддержке получается в том числе и сенаторов, там и поддержки по штатам. А для этого нужно, чтобы разные организации, которые расположены в разных штатах, они бы имели бы работу. Поэтому нужно дать работу компании, получается, Теакол, которые делают эти вот опытные ускорители. То есть, ну вот, есть же эта ракета Space Launch System СЛС, до сих пор сколько там переносов-то у нее было, пусков, да? То есть, почему переносы? Понятно, потому что нужно, чтобы оно сразу полетело и без аварийной, это не так, как у Маска, который может запустить, разбить и искать, а, все, все в восторге. Оно упало, разбилось, это тестовый аппарат, с ним все окей. Разбивается, все радуются. Нет, СЛС должна полететь сразу и без аварийной, поэтому она должна пройти кучу проверок, постоянно что-нибудь нужно заменять. То есть, в общем, они с этим мучаются, я прекрасно понимаю, почему, но вот, типа, остается фактом, да? И что у нас есть на СЛС? А на СЛС у нас есть топливные ускорители, которые вот с тех пор еще из шаттлов только добавили еще один сегмент. И есть, получается, двигатели те же самые. на базе шаттловских. Зачем на одноразовую ракету ставить двигатели многоразовые для шаттлов? Ну, это, опять же, какие есть, такие ставим. Какие нужно поставить, такие ставим. Какие сказали, такие используем. Вот это вот, к сожалению, к сожалению, для шаттлов такое есть. Собственно говоря, допустим, тот же Маск от этого избавлен. Он там, тиран, деспот, самодур, как сказал, так и будет. На него пока еще вроде бы не давят о том, что вот нам нужно, чтобы этот завод был загружен работой, нам нужно, чтобы вот эти были, эти просят такое требование, эти просят такое требование, эти хотят большие крылья, эти хотят такое, поэтому он может делать что-то, что имеет некое такое инженерное единство. Собственно говоря, поэтому можем, есть вполне себе шансы, что старший будет поуспешнее. Ну, посмотрим. Все показывает, все проверяет практика. Так, 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 есть, так, в этом затык пилотируем космонавтики, офигенно, надежную телегу, ну, лучший враг хорошего, а что, а что вы хотите, простите? Это неизбежная проблема, да, лучший враг хорошего. Нужно делать что-то, что будет на голову лучше, чтобы оно смогло вытеснить то, что есть. Опять же, в данном случае, тут еще, знаете, еще в чем прикол, то есть здесь, там, Орел и Орелонок, это, конечно, очень все круто, но, на самом деле, многие вещи упираются, я это люблю цитировать, это английская, американская поговорка, ноу бакс, ноу бак роджерс, бак роджерс, это такой герой комиксов, нету денег, нету героического освоения космоса, а с деньгами, прямо скажем, везде дефицит, в общем-то, просто у кого-то их побольше. Как я тоже люблю шутить, если у вас, если в вашей космонавтике нету проблем, то вы играете в цивилизацию на слишком низком уровне сложности, потому что проблемы есть у всех просто разные. Думаете, американцам было приятно, что у них, простите, сколько там, 9 лет, да, 9 лет у них не было собственного корабля, они были вынуждены обращаться к этим россиянам и русским за местами на корабле. И самое смешное, что даже там это возникло такой прикол, что именно потому, что это стало удобно, к этому все привыкли, стало сложно от этого отказываться. Тоже, в общем. Да, то есть у нас, ну, я бы сказал, что телега, но он газелька, знаете, зачем телега? Союз хорошая газелька, такая, низкие потолки, высокая надежность, неприхотливость, не особенно высокий комфорт, особенно если свалится с управляемого спуска в баллистический, но работает, работает, и это действительно, да, вы должны быть что-то, что гораздо круче, чем то, что было. Так, развернутый ответ, опыт шаттлов, привыкание к ошибкам на старлайнере. Так, еще раз говорю, еще раз говорю, привыкание к ошибкам, это вещь, которая прорастает. Понимаете, мы не можем взять опыт механических шаттлов, только какие-то процессы. На уровне восприятия процессов есть, да, привыкание к ошибкам, то есть, в чем это выражается? Когда я смотрю презентацию, нацовскую презентацию, которая посвящена вот одной из следующих происшествий, которые у нас будет, как я уже говорил, если кто-то догадается, молодец. Там, в общем, это, вот вы знаете, мы опять попали в ситуацию привыкания к ненормальному или привыкания к ошибкам. Вот, это осознание, рефлексия, там тоже вполне себе анекдотическая ситуация. То есть, чтобы было понятно, риски есть, любые могут попасть, то есть, мы, то есть, в принципе, там наверняка есть какие-то программы, вот честно говоря, хороший на самом деле вопрос, то есть, я вот не копал так глубоко, то есть, наверняка в NASA есть вот эти вот, есть такие же люди, которые ходят по разным отделам и выступают на тему привыкания к ненормальному, как с ним бороться, борются с переменным успехом, где-то получается, где-то нет. вот, то есть, что касается проблем, что касается вообще Crew Dragon, там есть такая потенциальная проблема, они более закрытые. Вот, чем хороши отчеты NASA, NASA-овские отчеты по NASA-овской технике, там тебе все расскажут, все покажут, схему нарисуют, и вообще все будет замечательно. Только вот, если, если авария произошла недавно, то какую-нибудь технику могут не показать или показать частично, просто потому, что, чтобы там какие-нибудь развивающиеся космические державы схему не утащили к себе радостно. Такое может быть. А проблема в том, что отчеты, допустим, аварии, аварии там, которые Dragon там взорвался на испытаниях, отчеты, то есть, там тебе причину показали, но вот такой прекрасной детализации, что вот мы там все показываем, а нет, это уже пропоритарная информация, это реально очень печально, потому что вот с точки зрения документирования происшествий, то есть, вот смотрите, я вот, допустим, пишу, то есть, у меня я написал вот рукопись по разным космическим авариям и катастрофам, по ней, кстати, новостей нет, я вас обязательно буду держать в курсе, если новости появятся, я обязательно скажу. И я пишу про старые происшествия НАСА, там прекрасная документация, схемы, наглядно, все рассказано, показано, замечательно. Если я смотрю на отечественные источники, у нас есть замечательные скала, столб, основа всего, Борис Исейс, чертог, если там описано, то замечательно, если там не описано, ну, приходится искать там какие-нибудь, если мемуары есть, то это хорошо, если нету, то плохо, приходится как-то копаться. В общем, это хуже документировано. Допустим, почему у меня нету в рукописи ни одной китайской аварии, например, а потому что у них еще более закрыто, то есть вот какую-то такую яркую аварию, что вот мы тут вот облажались, а потом разобрались и научились чему-то, я не знаю, если что-то есть, ну, маякните мне, я с удовольствием почитаю, а просто мне вот не попадалось. То есть не потому, что я как-то хуже там кому-то отношусь, нет, именно чисто проблема документирования. Современные происшествия, там тоже документация похуже. Если там расследование было такое хорошее, полноценное, то может быть документация хорошая и так далее. Так, нет, не задолбал, не переживай. Да, это да. Так, будет ли возразить, ну, будет ли возразить что-то подобное шаттлом, Dream Chaser, пока летает как грузовик. Он, кстати, был одним из участников Commercial Cargo Development, по-моему, программ, то есть это грузовые корабли. Там он конкурс проиграл, поэтому выиграл его, получается, Dragon, еще не пилотируемый. Там была масса таких весело-невесело грустных историй о том, как там, вроде бы они там пытались судиться, я просто по памяти говорю, не факт, что помню точно. Что-то там пытались как-то доказать, но, в общем, ничего у них не получилось, но все-таки проект, что радует, не скончался окончательно, и сейчас, если я правильно понимаю, Dream Chaser собирается, и он будет летать, как грузовик. Это очень хорошо. Так, Союз MS-08, напомните-ка мне, что там, что там произошло на Союзе MS-08. Что там произошло? Я помню, я помню баллистический спуск, который был в 2007 году. А, это, это, это просверленный, что ли, несчастный? Ну, вот это, это, та же самая проблема, которой документации нету. Я очень надеюсь, что лет через N мы узнаем, потому что, понимаете, я в данном случае, скажем так, очень хорошо для меня, для моего нервного здоровья, психического, о том, что у меня нету никаких инсайдов, кто и зачем там сверлил. Если, если, если речь про это, про эту дыру. Нет, Союз MS-08, что у нас тут? Полет, десуточное, пребывание, эмблема, нет, может, это какой-то другой был? Может быть, это, это вы что-то, не этот, MS-09, может, или 07? Э, это, это, это MS-09. Да, в Союзе MS-09 было обнаружено просверленное отверстие. Чёрт говорю, до моего счастья, у меня нет вообще никаких инсайдов. Я не имею ни малейшего желания распространять какие-либо слухи в данном случае. То есть, это, мне нужен источник. Когда у нас через 10-20, может быть, лет выйдет отчёт, наконец-то, о том, кто и зачем эту дыру просверлил, тогда у нас, может быть, будет очередная история, очень поучительная, о том, что именно, что произошло и почему. Если это проблема с психическим здоровьем кого-то из космонавтов или астронавтов, это один вопрос. Если это техническое какое-то косяк на производстве, это другое. если это диверсия, то зачем будет первая диверсия, которая была в истории космонавтики, потому что кому и зачем оно надо. Вот. Так, боковые блоки это MS-10, простите. Если мы говорим про Союз MS-10, это первая серия, у которого отвалился, у которого нештатно отделился. по информации форума на всей космонавтике, там было три случая, я еще нашел у чертока четвертый. Об этом есть слайд, вы посмотрите первую серию, это если про отделение. Насколько я понимаю, проблему исправили, то есть является ли это привыканием к ненормальному, я бы не сказал, скорее это просто чисто нарушение технологии. Если бы это было привычным нарушением технологии, вот тогда это было привыкание к ненормальному, но на этом уровне у нас нет информации, чтобы сказать. Так, ну что ж, у нас уже как бодренько, я уже полчаса отвечаю на вопросы, если вопросов больше нету, то я напоминаю, что мы находимся в режиме минутной готовности до окончания стрима. То есть если вопросов новых не поступает, там мы будем прощаться. Так, пока технические, еще раз говорю, вопросы по рукописи будущей книги новостей нету, будут новости, и обязательно вас будут держать в курсе. я очень надеюсь, что она таки к концу года выйдет, потому что у меня здесь получается 22 главы, но я буду на самом деле несколько хитрить, ну, специально хитрить, просто я буду некоторые истории, там, может быть, одна история из главы, в которой несколько историй, там, допустим, две, это чисто по, может быть, я буду действовать по ситуации, потому что здесь вот именно история одна, большая, и ее никак не разобьешь. Так, отлично, все, да, спасибо, спасибо, что пришли, спасибо, что смотрели, очень надеюсь, что вы не только узнали что-нибудь новое, но вы еще и вас это впечатлило, и вы задумаетесь о безопасности на работе и дома, с которой действительно приходится, каждый день о ней заботятся. Ну, следующая наша серия Аполлон-13, как я уже говорил, потому что после вот этих вот двух историй очень тяжко, хочется какого-то позитива, это одна из классных, реально, одна из классных, замечательных, классных, замечательных историй. Ну, и, соответственно, спасибо большое, что смотрели меня. Так, ну, в принципе, да, еще такой вопрос, у нас выходные, я вот в прошлом, в прошлый раз сказал, что выходные помешают ли, потому что у нас немножко достанет сегодня еще выходной, я так подумал, не повлияет, но, в принципе, там, по-моему, даже будет не 10-е, 11-е, да, у нас сейчас, да, 5-е, плюс 7-е, а, 12-е даже, в общем, нормально, это уже будет рабочий день, так что, в общем, можно будет спокойненько продолжать, но если какие-то пожелания будут по этому, по времени там и так далее, пишите, если, потому что я даже спрашивал на субботнем стриме, хотите ли вы перенести сегодняшний, но раз я вижу, что людей много достаточно, решение не переносить было, в общем, хорошим, так, ну все, я уже все технические вопросы рассказал, да, я вижу обратную связь, вижу обратную связь, отлично, что, спасибо, что вам, отлично, что вам нравится, мне это очень приятно, почему не в шинологическом порядке, я на это отвечал уже в комментариях к прошлому стриму или позапрошлому, отвечаю еще раз, я исходил из, условно говоря, у меня в голове было мысленно что-то вроде такой, как бы кривой настроения, у нас была, мы начали с позитивной истории, сейчас мы опустились на эмоциональное дно, потом мы чуть-чуть подпрыгнем с Аполлона 13, потом у нас снова будет несколько катастроф, потом у нас будет постепенно разные происшествия, позитивные не очень, а закончим мы с самой-самой позитивной историей, самой-самой такой мотивирующей, бодрящей, классной. Почему не в шинологический порядок? Потому что вот этот порядок, как я вот пытаюсь в голове представить движение эмоций, мне кажется, интереснее, чем то, что, чем просто хронологический, потому что, если честно, я реально боюсь, что будет скучно, то есть, если строго порядок хронологический будет. Кстати, на самом деле, еще, кстати, будет такой интересный вопрос, потому что книжка же будет проходить редактуру научную и литературную, я очень на это надеюсь, по крайней мере. И, кстати, можно будет сравнить. То есть, если они там как-нибудь порядок поменяют, предложат мне другой порядок, это будет посмотреть. Интересно, что в итоге получится. И еще, в принципе, хронологический порядок есть у Железнякова. Тайна ракетных катастроф называется. Там, если я правильно помню, порядок хронологический. Но книге уже больше 10 лет, по некоторым происшествиям более мы узнали больше. Например, по Леонову в 2020 году Роскосмос выложил отчеты сразу после посадки их, именно как они выступали. Например, это такой, один из самых ярких примеров. Массу еще мы ничего узнали. Если хотите порядок хронологический, то просто туда. То есть, у меня здесь именно такой, плюс еще здесь у меня нужно понять, что я вот именно как человек, который еще совсем недавно был тестировщиком, боролся за качество на отдельно взятом предприятии программного обеспечения. И там, после этого у меня вот такой специфический собственный заскок. Я же, видите, я рассказываю историю не только про то, что произошло и почему, а о том, можем ли мы чему-то от этого научиться. Потому что я вот просто уверен. Я понимаю, что это может быть звучит смешно, как какое-то такое утверждение проповедника, но реально я у космоса много чему научился. У истории космонавтики каким-то таким вот вещам иметь запасной план, помнить про привлекание к ненормальному, там еще много-много чего. Это, в общем, лично мне, я считаю это очень круто и я надеюсь, что вот это вот сделает мир хоть чуть-чуть лучше эти рассказы. Так. Помочь в чем? В издании, что ли, да нет? Ну, скажем так, я буду рад, если там это будут читать. В издании я не обращался, я обращаюсь сразу в выдачество. Мне кажется, это самый рациональный вариант. Так. Все отлично. Всем спасибо. Вся обратная связь есть. Все. У нас уже пошел третий час. хватит. Спасибо большое, что смотрели. И до свидания. До новых встреч через неделю.